Привет, друзья! Сегодня пятница, 30 декабря, 8 часов вечера в Москве. Меня зовут Михаил Фишман. Это программа и так далее. Последняя в этом году. Итог этого года – страшная преступная война, которую Путин обрушил на Украину. И это год, когда Россия, как мы ее знали последние 30 лет, перестала существовать. Давайте вспомним, как начиналась эта война и поговорим о том, к чему она привела. И Украину, и Россию. О том, как Украина выигрывает, а Россия уже проиграла. Поехали. Война началась на рассвете, чтоб больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Этот вальс появился в самые первые дни Великой Отечественной войны. И сразу же эту песню запела вся страна. У этих строк есть автор, но это, конечно, народная песня. И вот, 80 лет спустя, метро Киева и Харькова снова превратились в бомбоубежище, а в Одессе снова, как в 41-м, стали возводить укрепления из мешков с песком. Тогда, в 41-м, враг наступал с запада. Теперь он шел с востока. В полшестого утра, 24 февраля, прозвучало телеобращение Путина. Он начинает войну. Через пять минут на Киев и на Харьков уже падают бомбы, а вскоре по всей стране. С трех сторон, с севера, с юга и с востока идет вторжение. Киеву летят десятки вертолетов с вооруженным десантом. Так началась война. Правозащитница Александра Романцова была у себя дома в Киеве. Она помнит, как ей пыталась дозвониться ее сестра. В пять утра моя сестра искренне пыталась меня разбудить. Я была в Киеве, и буквально в 12 ночи до этого поездом приехала моя мама из Николаева. Я сама из Николаева. Поэтому понятно, что у меня куча эмоций по поводу того, что происходит в Николаеве и вокруг него. Поэтому я пропустила звонок сестры, которая пыталась, как раз будучи на левом берегу Киева, где больше слышно, первые взрывы были именно там, в ее районе. Это ракета, которая попала в 20-этажный, по-моему, жилой дом прямо посередине. Он был буквально в 12 домах от моей сестры. Это такой район, в котором очень большие высотки. То есть это спальный район. Там много-много очень высоких домов. И она жила на 13-м этаже, поэтому ей очень-очень-то все было слышно. Поэтому первые эмоции были даже не мои, потому что я про Соню как-то не очень слышала. Это я в центре города живу. Первые эмоции были переданы сестрой. 80 лет назад для киевлян война началась со взрывов в Светошино, Жулянах и на заводе Большевик. Теперь сначала бомбятся клады боеприпасов, на следующий день объекты в Киеве, в том числе жилой дом. Но паники в городе не было и не будет. Морально Киев был готов. Тревожный чемодан собран почти в каждой семье. Многим семьям придется разделиться. Кто-то сможет в этот и на следующий день выехать, кто-то нет. Тысячи киевлян в следующий месяц проживут в метро. В это же время около пяти утра от грохота взрывов проснулся Харьков. Яна Сингутская из гуманитарного фонда Новом Риев вспоминает, что это было очень страшно. Во-первых, это было неожиданно. Во-вторых, это было очень страшно, потому что все вокруг взрывалось, горело. И мы никогда такого не видели. Это прям было очень страшно. И ребенок мой, он был в другом городе за 200 километров. Это был самый главный мой страх. Первая мысль, которая у меня была, сесть за руль и поехать его оттуда забрать. Ну, он как бы достаточно уже взрослый. Но я как мать очень переживала. Меня муж с отцом отговорили, потому что мы не понимали, что на трассах происходит. Как бы, что вообще. Все же, ну, была совершенно разнобойная информация. Не было никакого официального источника. Ничего было непонятно. Через несколько часов с севера к городу подошли российские танки. До российской границы 40 километров всего. Начался бой. К обеду остановилось метро, и городские власти призвали харьковчан спускаться внутрь. На следующий день российские войска заходили уже с нескольких направлений. На Харьков полетели ракеты, обстрелы жилых домов, первые погибшие. Вскоре в Харькове шли бои, и с тех пор город будут бомбить каждый день. Метро снова поедет только через три месяца. И городским властям будет очень трудно уговорить харьковчан выйти наверх обратно. Настолько они будут травмированы войной. В самом начале в Харькове, может быть, было страшнее всего. Первые дни войны были страшными, когда летели самолеты, и нас бомбили с самолетов, и все было закрыто, и люди были без еды. Мы, например, клали в багажнике машин какую-то еду, ну, какую могли. Ездили по городу, потому что, ну, во-первых, люди, которые хотели эвакуироваться, они шли пешком на вокзал. Они шли пешком по городу, они шли с детьми на руках, там, с колясками. И вот просто ты видишь люди с коляской на вокзал, ты их подвозишь. Ты видишь бабушку, которая вышла в поисках какой-то еды. И ты открываешь багажник и просто что-то ей даешь. И у нас была такая история, муж мой ехал, и бабушка шла, и он вышел ей давать, она начала заплакать, начала руки ему целовать. Он, когда пришел домой, он рыдал. Ну, от сострадания к этой женщине и от ужаса этой ситуации. Это вот правда был ужас. Ну, и, конечно, хаос, чего сейчас нет, и все устаканилось. Но первые дни войны, они были очень страшные. В Одессе война началась 24 февраля с бомбардировки аэропорта, радаров, систем ПВО и складов в черте города. Историк, ректор Одесского университета имени Ушинского Андрей Красножон был дома. В 6 утра его разбудила СМС-ка от одного из сотрудников его университета. Началось. Надо срочно организовывать эвакуацию иностранных студентов. Красножон живет около моря. И человек, который живет возле моря, он понимает, что оккупация, захват приморского города, он должен быть обеспечен в том числе со стороны моря. Ну, и вот первым делом я вышел, так сказать, на террасу посмотреть, что творится. Небо ясное, и только вот наши корабли баражируют. Такое впечатление было интересное. То есть все эти гражданские суда сдуло, просто никого нет, потому что к тому времени уже, по-моему, полтора часа как шла какая-то первая бомбардировка. А вот военный флот украинский, он на горизонте, ну, не на горизонте, в пределах ближнего рейда, под берегом, так сказать, в зоне так называемой радарной тени прятались. Где-то километрах в трех от нас база ПВО, там начались взрывы, и продолжались они, в принципе, в течение всего дня, потому что туда прилетало периодически там какие-то ракеты. И вот этот запах стоял в воздухе, он по всему городу был, такого, ну, как после фейерверка в новогоднюю ночь, запах пороха, или почему-то мазута, еще не знаю, может быть, это от попаданий там каких-то. И вот его разносило, соответствующий гром такой стоял, и с заправки немедленно, значит, получили там очереди. Бензин там закончился уже сразу после полудня. Восемь лет назад, после Евромайдана, Москва пыталась отколоть от Украины не только Донбасс, но и Харьков, и весь юго-восток страны. Этим занимались и спецслужбы, и тогдашний помощник Путина Владислав Сурков. И речь шла в том числе и про Одессу. Активистов антимайдана поддерживали организационно и финансово. Уже потом будет вскрыта почта Суркова, она подтвердит, его сотрудники поддерживали активные отношения с организаторами пророссийских митингов весной 2014 года. Эти провокации и привели к трагедии 2 мая, когда вооруженные пророссийские активисты напали на сторонников Единой Украины, один из них был убит, и так в городе начались фактически боевые действия между проукраинскими футбольными фанатами и сторонниками антимайдана. Их оттеснили в дом профсоюзов, который загорелся от одного из коктейлей Молотова, и в итоге там погибли 42 человека. Как известно, тогда, весной 2014 года, отколоть Одессу не получилось. Зато с тех пор Кремль использовал одесскую трагедию, действительно недорасследованную украинской властью, в пропагандистских целях. И Путин сослался в том числе и на нее, когда объявил о независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. Это был его первый ход для того, чтобы начать войну. Эмоционально злость жуткая. То есть ты вчера планировал там 23-го вечером на работе кадровые перемены. У нас там пригласили потенциального нового сотрудника, переговоры, перспективы. А утром такое вот сообщение. И это произвело сильное впечатление, конечно. Но если сравнивать с 2014 годом, то когда на Донбасс они пошли, то тогда вот была определенного рода такая, может быть, ну был элемент страха. А вот сейчас кроме злости ничего. Огромное количество народу и знакомых и так далее. В военкоматы пошли, там интеллигенции, дворников там всех полно было. Добровольцев, профессура, значит, бросала кафедр, там мои знакомые шли, брали автомат, шли в части. Ну вот так вот. То есть народ, конечно, преисполнен был, так сказать, это в Одессе, да, преисполнен был и остается решимостью. Но в тот момент, конечно, мы не знали, чего ожидать, потому что пошли слухи и совершенно непонятно было. Одесса следующая, а кто первый, а что взято. Ну вот залез на украинскую правду, там уже пишут большими красными буквами. Киев, Харьков под ракетными обстрелами. Это фантастика просто. Вот так вот. Ну и у нас, соответственно, ракетные обстрелы. Географию Херсона, правый берег Днепра, левый берег Днепра, где какие мосты, мы с тех пор выучили наизусть. Российские войска быстро прошли через левобережную Херсонщину, и уже на второй день херсонцы увидели их на левом берегу с той стороны Антоновского моста. Это было неожиданно, вспоминает политолог из Херсона Владимир Молчанов. Уже потом стало ясно, что прорыв произошел прежде всего через Чангар, причем это был даже не прорыв, а проход. И в какой-то мере, наверное, стоит в данном случае признать правоту российской пропаганды, которая утверждала, что там была какая-то договоренность. Это до сих пор сейчас нас сильно беспокоит. Мы ждем ответов, кто же их пропустил. Потому что в любом случае мост, два моста, это есть два моста. И какое бы ни было соотношение сил, одно дело это пройти по этим мостам, другое дело это наводить переправы. Даже если бы это получилось, то в конце концов было бы время хотя бы заминировать эти мосты. Уже через Днепр данном случае. Херсон не брали штурмом, как Харьков, не уничтожали, как Мариуполь. Как потом расскажут украинские власти, город пал в результате предательства местных сотрудников СБУ, которые выдали противнику карту минных полей и координировали действия авиации. Не были взорваны мосты, и уже к 3 марта российские войска установили полный контроль над городом. Так началась многомесячная оккупация Херсона, и до сих пор точно неизвестно, сколько херсонцев были убиты и подвергнуты пыткам за это время. С началом оккупации местные жители стали активно протестовать, а многие бросились вывозить родных и близких в безопасные места. В первую очередь в Николаев, до него 70 километров, но это полтора часа на машине. Российская армия тоже пыталась взять Николаев на второй неделе войны, безуспешно. Молчанов вывозил туда на машине из Херсона свою сестру и других пассажиров, и буквально въехал в колонну российских войск. Это было 5 марта. Уже почти на подъезде к Николаеву огромная колонна пересекала это шоссе, причем пересекали они грунтовыми дорогами, выезжая на шоссе, и потом пересекли его, поехали с небольшим изменением направления дальше на северо-восток. Я остановился метров, наверное, в двухстах от них. Они начали по мне стрелять, я стал сдавать назад, но стреляли они достаточно все-таки прицельно. В машину попало 4 пули. Одна из них отрикошетила от крыши, прочертив ней борозду как раз надо мной. Еще одна пробила масло, пробила поддон масло, вытекла, одна застряла в печке возле моего пассажира правого, и одна пробила электрическую коробку, прямо под рулем у меня практически разлетелись эти осколки в салон, прямо по мне. Но эта коробка спасла, наверное, мне немножко здоровья. Машина, конечно, остановилась, заглухла. Я был на расстоянии от них, я задом бежал, задним ходом. Наверное, метров 350 от этой колонны, которая проезжала, они продолжали стрелять, но уже не попадали ни разу в машину, больше в плоскость машины пуль не было. Мы все эвакуировались, так сказать, спрятались в ковете придорожном. Одна из этих пуль еще и колесом, что пробило колесо переднее. Я не знал о других повреждениях, насколько они серьезны, поэтому мы пытались так менять колесо, пока по нас стреляли вдвоем. У меня еще один мужчина был из пассажиров, все остальные женщины и подростки, дети. На машине, кстати, была, я заранее написал слово «дети» по-русски на белой бумажке, но они на том расстоянии, я думаю, они даже его не видели, если бы хотели. Но вернемся в самое начало войны. 24 февраля. Путин объявляет специальную военную операцию по деноцификации и демилитаризации Украины. Он излучает уверенность в себе. Смысл его слов простой. Украине конец. Сдавайтесь, сопротивление бесполезно. Апеллируя к памяти Великой Отечественной, он обращается к украинским военнослужащим, призывает не исполнять приказы неонацистской хунты и сложить оружие. Летят первые бомбы. Дроны уже атаковали пограничные пункты на белорусской границе. Уже есть жертвы. В Киеве президенту Зеленскому звонит министр внутренних дел. Это не ограниченное вторжение на Донбассе. Это полномасштабное вторжение. Для правительства Украины, для властей это неожиданность. Затем совещание, звонки западным лидерам. В 8 утра Зеленский обращается к украинцам. Это первый день, первая ночь войны. И последний раз мы видим Зеленского в пиджаке. Не только Путин был уверен в победе. Из этого исходили все. И Москва, и Вашингтон, и Европа, и эксперты со стороны. Все. Американские газеты цитировали источники в Белом доме. Киев падет в течение нескольких дней. В первые дни войны ее главный вопрос звучит так. Успеет Зеленский добраться до Варшавы или хотя бы до Львова? Или его убьют? В лучшем случае закуют в кандалы и повезут в Москву. И что будет дальше после того, как скинут Зеленского? Как Путин сможет контролировать Украину? Как удержится ненавидимое всей страной марионеточное правительство? В Киеве тоже до последнего момента не верили в полномасштабное вторжение. А когда оно все-таки началось, тоже исходили из того, что город может пасть. Часть правительства сразу было решено эвакуировать ради сохранения легитимности власти. Министров посадили в поезда и отправили на Запад. И никто не знал, куда эти поезда поедут. Хотя в итоге они оказались в Ивано-Франковске. Вот что писала про это газета «Украинская правда». Наверное, не может быть лучшей метафоры украинского государства утром 24 февраля, чем скорый переполненный поезд, который едет на Запад. Поезд, в котором есть только один охранник с пистолетом. А машинист не знает не только, доедет ли он. Он даже не знает название конечной станции. Ощущение растерянности и конца. Но надо отдать должное Зеленскому. Он наотрез отказался уезжать и спустился в бункер. Это было его первое и самое главное решение в ходе этой войны. Это был вопрос исключительно силы воли. Он не боится. Пока он в Киеве, Украина борется. Этот сигнал имел в итоге огромное психологическое значение. Но преимущество Путина в военной силе выглядит подавляющим, абсолютным. И вместе со своим окружением он предвкушает быстрый и выдающийся триумф. Бывший уже американский посол Салливан недавно рассказал в Нью-Йорк Таймс про встречу главы Совбеза Патрушева с главой ЦРУ Бернсом в прошлом ноябре, за три месяца до войны. «Наша армия теперь не слабее американской», — говорит Бернсо Патрушев. «Нам все по плечу». Журналисты тоже с этим согласны. Российская армия уже не та, что раньше. Во многих отношениях даже превосходит американскую. Писала все та же Нью-Йорк Таймс накануне войны. Как утверждает британский институт проблем обороны и безопасности, главу генштаба Герасимова распирала от гордости за российские вооруженные силы, когда он начинал войну. Российское военное руководство также было уверено, что после более чем десятилетней модернизации победит ВСУ. Заверения генерала Валерия Герасимова о военных возможностях России сыграли ключевую роль в формировании уверенности российских спецслужб в их плане действий. Как говорил Герасимов, международным собеседником в начале войны, «я командую второй по силе армии в мире». Отдельно Герасимов сообщил британским коллегам, что Россия достигла паритета с США с точки зрения конвенциональных вооружений. Как известно, план заключался в стремительном наступлении со всех сторон. Подавить украинскую ПВО, окружить и захватить Киев, окружить Мариуполь, взять Харьков, на юге подойти к Николаеву и Одессе. ФСБ еще до войны составило списки политиков, активистов, журналистов, подлежащих уничтожению либо аресту. На второй день войны Виктор Медведчук, опора, правая рука Путина в Украине призывает к миру и прекращению огня. Это тоже часть плана. Под лозунгами «мира и процветание» пророссийские силы должны взять под контроль парламент. Украинские генералы получают смс-ки с предложениями сдаться. К лету все очаги сопротивления должны быть подавлены, Украина целиком переходит под московский контроль. Это более или менее сценарий триумфального захвата Крыма, только в принципиально другом масштабе. И все сразу пошло не так. Не удалось полностью подавить ПВО. Без господства в воздухе не пригодился опыт военных действий в Сирии, на которые так рассчитывали в Генштабе. Десант, высадившийся под Киевом, был уничтожен. В первые две недели российская армия несет катастрофические потери. 400, 500, может быть 700 человек в день. И до конца марта элита российской профессиональной армии фактически разгромлена. Первая танковая армия, сотни танков, несколько дивизий, десятки тысяч солдат наступала на Киев и на Харьков. От этого наступления остались бесконечные видео с подбитыми танками, горящими конвоями и убитыми, лежащими на дороге солдатами. Первую танковую украинцы добьют уже в сентябре, во время наступления на Изюм. Недавно «Вашингтон-Пост» подробно рассказала историю элитной 200-й отдельной мотострелковой бригады, которая до этого стояла за полярным кругом у границы с Норвегией. На границе с Украиной солдат стали отправлять с конца января. Что их отправляют не на учения, а на войну, на Харьков, они узнали за час до вторжения 24 февраля. Утром через границу начала двигаться колонна из примерно ста машин. На фотографиях, сделанных гражданскими лицами, видно, как один из танков подразделения использует, чтобы заблокировать дорогу на северной окраине Харькова. Попытка навести порядок, вскоре оказавшаяся тщетной. К концу дня несколько подразделений 200-й бригады попали в засаду или подверглись нападению. Десятки солдат были убиты или ранены. А техника, в том числе танки и мобильные реактивные установки ГРАД, была уничтожена или брошена на обочинах дорог, рассказывают украинские и западные источники. Из 1600, составлявших эту элитную бригаду военных, к маю осталось меньше 900. По итогам вторжения в Украину, российская сухопутная военная группировка, по сути, перестала существовать. И весь ход войны был предопределен в ее первые дни, в боях под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом. Весь мир увидел, никакой второй армии мира нет. Путинская война оказалась не только лживой и преступной, но и абсолютно бездарной и неподготовленной, а потому и вдвойне кровавой. Тысячи, десятки тысяч солдат уже заплатили своими жизнями или стали калеками в этой бесцельной бойне под руководством некомпетентных и коррумпированных генералов. Но виноваты в этом не только и не столько генералы. История повторилась, как еще большее преступление. Как писал историк Евгений Тарли про Николая Первого в Крымской войне, царское правительство начало и вело эту войну, находясь во власти самых губительных заблуждений и теша себя иллюзиями, обманываясь и относительно своей силы, и относительно силы врагов. Как отмечают военные эксперты, карты российских командиров, которые были захвачены на поле боя, были построены на отсутствие угрозы встречи с противником. Установка «взять Киев за три дня» была исключительно политической и имела шансы на успех только в одном случае, если бы российскую армию встречали с цветами. На окраины Харькова части первой танковой армии вышли с тяжелыми боями через несколько часов после начала вторжения. Еще через два дня все-таки зашли в город. Ненадолго. Закрепиться там не смогли. Когда сюда заехали в Харьков российские танки, они же заехали сюда в парадной форме. Они думали, что тут сейчас все выйдут с каравайами, когда их тут весь город гонял по всему городу и загнали их в угол. И это было буквально в первые дни, это сразу стало понятно, что им нечем побеждать. У них ни мотивации нет. У нас лучшее оружие, у нас лучшая армия. И никакой, ну, только победа, другого варианта вообще нет. Но это стало понятно в первые дни, когда они сюда в Харьков заехали, но они и сами это поняли. Потому что здесь их никто не ждет, и здесь их гоняли не только военные, здесь их гоняли и горожане. Ключевая роль в формировании этого, как быстро стало ясно, абсолютно безумного плана, принадлежало руководству ФСБ, Николаю Патаршеву и примкнувшему к ним Медведчуку. Они все убеждали Путина в пророссийских настроениях на востоке Украины. Медведчук напрямую участвовал еще в разжигании сепаратизма на востоке после победы Евромайдана в феврале 2014 года. Это известно в том числе из так называемых пленок Сергея Глазьева, записи его телефонных разговоров с депутатом Константином Затулиным, которые были представлены в суде над Януковичем в Киеве, заочным, разумеется. На этих пленках Глазьев и Затулин обсуждают, как после Евромайдана поджечь восток и обеспечить финансирование сепаратистских выступлений в Харькове и Одессе. На самом деле в Кремле много лет проводили опросы и знали, никакого сепаратизма в Восточной Украине нет, даже в Крыму. Но Путин предпочитал другие новости. В итоге тогда удалось силой отколоть только часть Донбасса. Как известно, заочно уже приговоренный судом Нидерландов к пожизненному заключению военный преступник Игорь Стрелков считает, что это его заслуга. Результаты областных выборов на Востоке тоже всегда четко показывали. Сепаратизма там нет. Сейчас в Украине так уже, разумеется, не думает никто, но летом прошлого года 41% украинцев соглашались. Они и россияне, это один народ. Означало ли это, что эти люди видят Украину, видели тогда Украину как часть России? Конечно нет. В августе газета «Вашингтон-Пост» показала результаты опроса, который в январе за месяц до начала войны проводило ФСБ. 48% — половина украинцев — готовы защищать страну в случае вторжения. На Востоке — 35%. Огромные цифры. На Востоке страны подавляющее большинство — 71% — будут считать вторжение оккупацией. Но ФСБ все равно отправляет наверх докладные записки о том, что правительство разбежится, а российскую армию будут встречать как освободителей. Вот что в августе писала «Вашингтон-Пост». Обширные опросы, проведенные для ФСБ, показывают, что большие слои населения Украины были готовы противостоять российскому вторжению. И что любые надежды на то, что российские силы будут встречены как освободители, были необоснованными. Несмотря на это, по словам официальных лиц, ФСБ продолжало кормить Кремль радужными рассказами о том, как украинские массы будут приветствовать прибытие российских военных и восстановление режима дружественного Москве. Конечно, директор пятой службы ФСБ Сергей Беседа слал наверх как раз то, что Путин хотел услышать. В Кремле были чиновники, которые предупреждали о рисках этой безумной авантюры. Безуспешно. Путин не принимал возражений. Примерно 15 лет уже он взращивал в себе это чувство миссии, эту мистическую веру, как в апреле выразился глава ЦРУ Билл Бернс, веру в то, что судьбой ему предначертано восстановить великую историческую Россию. И именно это он имел в виду, когда уже после начала войны говорил израильскому премьеру Беннету, он, лидер России, будет действовать, а не стоять в стороне. К тому же смотри выше. Он-то знает, у него вторая армия мира, не слабее американской. Пытались возражать и отдельные военные. Это будет конец России, говорил известный ястреб и националист генерал-полковник Леонид Ивашов. В январе, за месяц до начала войны, он выступил с открытым обращением к Путину и стране от имени офицеров России. И сейчас он подтверждает, это его обращение отражало отношения многих его коллег. Вот цитата. Применение военной силы против Украины, во-первых, поставит под вопрос существования самой России как государства. Во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В-третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи, десятки тысяч погибших молодых здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества. Как в воду глядел. Но ни Генштаб, ни Министерство обороны и не думали возражать. Наоборот, взяли под козырек и бросились исполнять преступный приказ. Сергей Шойгу не мог даже попробовать сказать нет. Паркетный, парадный генерал, а на самом деле советский партийный работник и строитель, никогда не служивший в армии, Шойгу стал министром обороны 10 лет назад и сразу свернул военную реформу, начатую попавшим в опалу его предшественником Сердюковым. Главное, Путин его знает уже 25 лет и он абсолютно лоялен. А Путину не нужны сильные командиры. Он боится армии. Хорошо помнит, как еще при Ельцине генерал Лев Рохлин хотел устроить переворот. Так что за эти 10 лет Шойгу запомнился, во-первых, набором медалей и орденов, которые он каждый год вывозит на Парад Победы. Там все. От ордена за личное мужество до медали в честь тысячелетия Казани. Во-вторых, организации отдыха Путина в Туве, как мелодично все-таки скрипит снег в весенней тайге. В-третьих, записанным на сестру жены особняком в стиле пагоды на Рублевке, это в добавление к двум виллам, которые Навальный нашел у Шойгу еще раньше. Ну и, наконец, возглавил список «Единой России» на последних выборах в Думу. Как еще в августе до мобилизации рассказывало издание «Важные истории», пообещал Путину завоевать Украину силами контрактников, а когда летом запахло жареным, сделал вот что. Как говорят штабисты, Шойгу опасается идти к президенту и ставить вопрос хотя бы о частичной мобилизации, поскольку Путин помнит о его обещании решить боевые задачи исключительно силами профессиональной армии, то есть с помощью имеющихся контрактников. По словам источников важных историй, за большие деньги люди Шойгу нанимали пиарщиков и платили за аналитические материалы в крупнейших российских СМИ по 300 тысяч рублей, только чтобы там приводились убедительные доводы о необходимости мобилизации. Ставка делалась на то, что таким окальным путем на стол Путина может попасть нужная аналитика, и у президента появится мысль о мобилизации в том или ином виде. Как известно, мобилизацию Путин объявил в сентябре, когда уже было поздно, и таким образом уже нельзя было кардинально изменить положение дел на фронте. А Нью-Йорк Таймс рассказывает со слов одного из подрядчиков-строителей, как еще в 16-м году недостроенные, несмотря на выделенный миллион с лишним долларов, бараки в Кантемировской танковой дивизии к визиту официальной делегации накрыли большими картонными баннерами, чтобы скрыть разруху. Генералы на фронте знают. Боевой состав российской армии — это специалисты по нарядам, парадам и фотоотчетам, и на деле немногим профессиональнее мобилизованных резервистов. Министерство обороны при Шойгу — это такой конвейер по осваиванию бюджетных средств. Команда Навального расследовала быт заместителя Шойгу Тимура Иванова, который курирует военное строительство и при этом ведет жизнь долларового миллиардера, обремененного острым чувством любви к многострадальной родине. Виллы, яхты, Роллс-Ройсы, иконы, Сан-Тропе, Париж, Алтай. А теперь забудьте. Яхты, вертолеты, Сан-Тропе, Роллс-Ройсы, бриллианты, вечеринки стоимостью десятки миллионов рублей. Мы никогда не узнавали о жизни чиновников столько подробностей. И дальше рассказ о том, как фирма, которую он записал на своего водителя, купила особняк 19 века в центре Москвы. В аппаратном смысле Тимур Иванов – это входная дверь к Шойгу. Нужно что-то от министра – идите к Иванову. Ну или к другому его заместителю Руслану Цаликову, который в реестре владельцев недвижимости на Рублевке тоже скрывается под именем Российская Федерация. Эти люди не умеют воевать и не хотят воевать. Они всегда другим занимались в жизни. А из фронтовых командиров за все эти 10 месяцев ни один так и не ответил за чудовищные потери, за ложь, халатность и очковтирательство. Если не считать командующего центральным округом генерала Лапина. И то потому, что его отставки добился у Путина бывший уличный грабитель, а теперь хозяин целой частной армии Евгений Пригожин. Генерал Суровикин, тоже владелец особняка на Рублевке, по ходу быстрой своей карьеры, про таких говорят, вели, успел попасть в несколько уголовных и коррупционных скандалов, затем встал во главе военно-космических сил, и они оказались абсолютно не готовы к войне в Украине. Очевидно, Суровикин почевал на лаврах своих побед в Сирии, где у противника не было ПВО. И в итоге в Украине воздушный флот понес большие потери. Зато за Сирию Суровикин получил звезду Героя России и заодно обеспечил близкому к Путину бизнесу доступ к сирийским рудникам. А родственная ему лесопилка в Свердловской области, как выяснила команда Навального, получает от этого бизнеса деньги. Занимается ли фирма СТГ-логистика чем-то еще, кроме добычи сирийских фосфатов? Да, ну вот еще, например, у них есть завод по производству удобрений в Хомсе. Мы его уже упоминали. Еще можно в новостях прочитать, что СТГ-логистика строит пятизвездочный люксовый отель. Правда, тоже в Сирии. Поэтому мы крайне удивлены тому, что эта сирийская, по сути, фирма, зачем-то платит огромные деньги нашей знакомой сверловской лесопилке Аргус. Где Сирия, а где поселок Восточный, что объединяет вообще торговцев фосфатами и уральскую деревопереработку? Ничего, кроме Суровикина. В Сирии Суровикин и на лесопилке Аргуса Суровикин. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на специальную спутниковую программу НАСА, с оккупированных украинских территорий уже вывезена пшеница на миллиард долларов. Внимание, вопрос. Кто и какую долю получил от этого миллиарда? Преступная война уносит тысячи и тысячи невинных жизней. Зато открывает новые возможности. Вот так Мариупольский драмтеатр и площадь перед ним выглядели год назад. Мирная, спокойная, счастливая жизнь. Город стали равнять землей с самого начала войны. И сотни мирных жителей, в основном женщины, дети и пожилые люди, спрятались в драмтеатре. Даже специально написали «Дети», чтобы не бомбили. 16 марта российские военные самолеты, как считает Эмнести Интернешнл, сбросили на него сразу две бомбы. Они просто хотели выжить. Они просто сидели. Старики, женщины, дети. В мае журналисты Associated Press пришли к выводу, что количество жертв в драмтеатре составило около 600 человек. Никогда до этого столько мирных жителей не погибали от одной авиаатаки. Мариуполь сравняли с землей. В конце декабря Associated Press обнаружила в городе еще одно новое кладбище на 10 тысяч могил. Зато строительством в уничтоженном городе теперь занимается компания, подконтрольная за министра обороны Тимура Иванову. И его особняк в чистом переулке в Москве уже давно отреставрирован и благоустроен. При прочих равных Путин не хотел сносить с лица земли Мариуполь. Зачем уничтожать то, что ты собираешься забрать себе? Именно поэтому, кстати, в начале войны не бомбили гражданскую инфраструктуру. Российская власть намеревалась пользоваться ей сама. Но, к его удивлению, вместо цветов и бросаемых в воздух чепчиков его армию встретили гаубицы, джавелины, автоматы, отряды террабороны. А к концу июня подоспели первые хаймарсы. После чего поражение российской армии станет необратимым. В том числе и в Херсоне. Который в ноябре придется вернуть обратно. И по мере того, как украинцы вытесняли захватчиков с оккупированных территорий, всему миру открывалась страшная картина убийств, насилия и террора. К ней мы еще вернемся. А сейчас Эдуард Бурмистров с рассказом о главных военных провалах и поражениях российской армии в этой войне. Российское наступление в конце февраля казалось молниеносным. И сразу с нескольких направлений. Все это сопровождалось массированными ракетными ударами фактически по всей территории Украины. Вот так, например, выглядело российское вторжение на момент 15 марта. Но уже в конце марта в Минобороны России сделали заявление о сокращении военной активности в районе Киева и Чернигова. Это было сделано на фоне российско-украинских переговоров в Стамбуле. Якобы для повышения взаимного доверия. При этом ситуация на фронте к тому моменту показывала. Это вовсе не жест доброй воли, а скорее провал российского наступления с целью окружения Киева. Российские войска испытывали проблемы со снабжением и столкнулись с мощным сопротивлением украинских сил, которое во многом было неожиданным. Прямо вот с вас по там и летают, падлы. Не смогли российские военные и использовать аэродром Антонов под Гастомелем вблизи Киева. Он считался важной целью россиян. Они якобы планировали использовать аэродром для транспортировки войск и грузов. Россия провела высадку воздушно-десантных войск на этот аэродром с территории Беларуси. Российские десантники попали под огонь. За Гастомель велись ожесточенные бои. Сообщалось, что его контролируют то россияне, то украинцы. В итоге аэродром был выведен из строя. Сбили что-то. Ё-моё. Взять Киев за три дня или как-то вообще взять Киев теми средствами, которые были в российской армии, это из области фантастики. Изначально это была невыполнимая задача без определенного политического подтекста. То есть, если никто не собирался сдаваться, то, естественно, выполнить такую задачу просто нереально. Для этого надо было иметь около двух миллионов человек вооруженных, готовых выполнять боевые действия. Нью-Йорк Таймс называет массу причин поражения российских сил в первую фазу войны. Это излишняя самонадеянность российского командования, неготовность к серьезному сопротивлению со стороны украинцев, постоянные проблемы со снабжением и отсутствие какой-либо мотивации у военных. Российские солдаты, сосредоточенные у границы, при этом зачастую даже не знали о вторжении. Абсолютное несоответствие планов реальности – это главная и серьезнейшая проблема российского командования, с которой она столкнулась. Ну а дальше, по факту, что происходило? По факту, вот та конфигурация наступательной операции, которая имела место быть, она, потерпев крах, подразумевала сразу, почти автоматически то, что под воздействием украинцев с флангов, спереди, а иногда где-то и с тылу, находиться в таком ситуации, пребывать в такой ситуации, российская армия просто не может. То есть дальнейшие поражения, потери, а далее и в буквальном смысле серьезные поражения были неизбежны. В этой войне Россия потерпела несколько серьезных поражений. В апреле этого года затонул российский крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота. В российском Минобороны утверждали, на борту Москвы произошел пожар, из-за которого сдетонировал боезапас. После чего крейсер якобы затонул при буксировке в условиях шторма. В российском военном ведомстве долгое время даже не признавали, что есть погибшие. Позже 27 человек все-таки объявили пропавшими без вести. Что произошло? В крейсер могли попасть две украинские противокорабельные ракеты «Нептун». Украинская правда сделала реконструкцию событий, поговорив с военными. «Украинским военным удалось поразить крейсер из-за низкой облачности», говорится в статье. По информации издания «Проект», Черноморский флот в целом потерял как минимум 15% своего состава. В конце августа-начале сентября украинские вооруженные силы начали масштабное контрнаступление. В начале сентября ВСУ стремительно отвоевали почти всю Харьковскую область. Украинские военные сначала нанесли мощный удар в районе Балаклии. Под угрозой окружения Россия оставила город. Через пару дней украинцы уже были под Купинском, что означало для российских сил потерю снабжения под изюмом. Этот город – стратегически важный транспортный узел. Его еще называют «ключом к Донбассу». Одновременно украинцы начали наступать с юга на лиман. В итоге Украина освободила десятки населенных пунктов, которые Россия завоевала после 24 февраля. Уже 10 сентября Россия покинула Изюм. Там размещался весь штаб российской группировки. В Киеве утверждали, что российские военные спешно бежали со своих позиций, оставляя технику и вооружение. Уже 14 сентября в городе был украинский президент Владимир Зеленский. Слава Украине! Вернувшим славу! Невозможность определенное количество войск удерживать линию фронта, которая требует как минимум в 10 раз большего количества сил и средств. То есть россияне удерживали больше полутора, в районе полутора тысяч километров фронта. Это силами, которые были тогда приданы для выполнения этой задачи. Невозможно. 8 октября на утро после дня рождения Владимира Путина на Крымском мосту произошел взрыв. На мосту взорвался грузовик. Два автомобильных пролета были разрушены. По российским данным, погибли 4 человека. Официально Украина не взяла на себя ответственность за этот взрыв, хотя Путин обвиняет спецслужбы Украины. В итоге мост начали ремонтировать в срочном порядке. Российские силовики проводят расследования и задержания с небывалой скоростью. Стоит упомянуть и успешные атаки по военным базам в оккупированном Крыму. Одной из самых заметных можно считать атаку в Новофедоровке. 9 августа там произошла серия взрывов. В Министерстве обороны России заявили, что на аэродроме Саки произошла детонация боеприпасов. Генштаби ВСУ, в свою очередь, рассказали об уничтожении 9 российских самолетов. А западная разведка сообщала, что эта украинская атака могла вывести из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота. За время Большой войны атакам подвергались объекты и на территорию России. Чаще всего в приграничных с Украиной регионах, но иногда и далеко от границы. В начале декабря, например, беспилотники атаковали аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. На этих базах размещены стратегические российские бомбардировщики. По данным Нью-Йорк Таймс, беспилотники были запущены с территории Украины. Осенью российская армия начала массово покидать правый берег Днепра в Херсонской области под давлением украинского контрнаступления на юге. В начале ноября в СССР рассказали, что освободили десятки населенных пунктов под Херсоном. Украинцы открыли себе путь на город. Слава СССР! Слава СССР! 9 ноября генерал Сергей Суровикин, выступая перед российским министром Сергеем Шойгу, объявил, что целесообразно оставить Херсон и занять оборону по левому берегу Днепра. Шойгу с этим согласился. Приступайте к отводу войск. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Уже аннексированный к тому моменту Херсон стал единственным областным центром Украины, который Россия захватила после 24 февраля. Украинские войска в итоге вошли в Херсон без боя. Хотя, конечно, без украинского контрнаступления в Херсонской области никакого отвода войск не было бы. Кремлевские чиновники и оккупационные власти обещали, что Россия пришла навсегда. Вывод группировки из Херсона – это тоже было правильное решение, потому что ее ждало из-за перерезанных, в общем-то, в заметной степени перерезанных путей сообщения и логистических цепочек, ее ждала очень незавидная судьба. Более того, в ползучей форме эта незавидная судьба продолжалась, потому что там обстрелы высокоточными оружиями, артиллерией и нажим были таковы, что россияне несли тяжелые потери, а толку от их нахождения там практически не было. Более того, из-за этого были оголены другие участки. Было понятно, что удержать это невозможно. В тот момент, когда нет стабильного снабжения, ежедневные нужды группировки, они очень велики, не удовлетворяются, значит, с военной точки зрения понятно, что она стачивается. Рано или поздно ей придет конец даже без массированного наступления противника. Уже после отступления Россия постоянно обстреливает Херсон с левого берега Днепра. Например, 24 декабря Россия обстреляла центр города. По данным местных властей, погибли 16 человек. Почти 70 получили ранения. Слава Украине! С первого дня войны журналисты русской службы Би-Би-Си, медиазоны и команда волонтеров ведут список погибших в Украине, собирая материалы только по открытым данным. Им удалось установить имена больше 10 тысяч погибших российских военных. Из них 492 человека — это мобилизованные. Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Путин начал войну под лозунгами деноцификации и демилитаризации. Легенда звучала так, ну и до сих пор так звучит. Братский украинский народ, часть большого русского народа, должен быть освобожден от нацистов, пришедших к власти в ходе организованного Западом в 2014 году государственного переворота. В переводе на русский деноцификация — это десоциализация. Украинское общество должно быть разрушено. Оно должно превратиться в подневольный безликий народ, верный политике партии и правительства. Точно так же, как это было при Сталине и как это устроено в России сегодня. Лозунги Путина буквально повторяют обоснование советского вторжения в Польшу 17 сентября 1939 года по итогам пакта Молотова-Риббентропа. Освобождение украинцев и белорусов от польского гнета. Как тогда докладывал Молотов, в момент распада польского государства советская власть протянула руку помощи братьям-украинцам и белорусам. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. И в целом это осмысленная историческая аналогия. Как говорят специалисты, с сентября 1939 по июнь 1941 на захваченной Сталином территории Польши были репрессированы около полумиллиона человек. 15 тысяч пленных офицеров без суда и следствия расстреляны в Катыне. Более 100 тысяч приговорены за контрреволюционную деятельность. И в отвергающей оккупацию Украине, объявленная Путиным деноцификация, тоже сулила неизбежный террор в отношении мирных жителей. Уже известно, что будущий трибунал по военным преступлениям, совершенным российской армией в Украине, будет рассматривать разные эпизоды. Обстрелы гражданских объектов, например, таких как Драмтеатр в Мариуполе или вокзал в Краматорске. Разрушение инфраструктуры, организация фильтрационных лагерей на оккупированных территориях и массовая депортация детей в Россию. Это тоже военное преступление. Убийство пленных, систематические пытки, расстрелы и изнасилования. Везде, где хоть ненадолго закрепился сапог российского солдата. Но в этом длинном списке буча стоит отдельно. Для одесского историка Андрея Красножона самым тяжелым днем стало не 24 февраля, а 3 апреля, когда в бучу вошли украинские войска и весь мир увидел, что там творилось. То есть эмоционально самый сложный день был, пожалуй, после первых кадров из бучи. Тогда стало понятно, что это капут. То есть то, что они НКВДшники, то, что они будут резать и убивать интеллигенцию, ну, скажем так, не резать и убивать, хотя бы сажать, изолировать интеллигенцию, проукраинскую, провластную. Это было понятно изначально любому маломальски грамотному человеку, тем более историку, такому, как я. Но то, что они будут убивать без суда и следствия, и в том числе любого подозреваемого, и прямо на улицах, ну, вот это вот, так сказать, не ожидал никто. И даже мои знакомые, которые после этого, которые до этого говорили, не переживайте, это стреляют по военным, смена власти в Киеве, какая разница, какая власть. Вот впервые, значит, эти люди стали задавать вопрос с опасением, они дойдут ли они до Одессы. Потому что стало понятно, что русские войска – это совсем не то, что снято в фильмах там «В бой идут одни старики» или там «Вторая мировая война», которая расписана хорошо в Шукшинских всех этих фильмах. Вся эта мифология слетела вот после Буча. Именно с Буча берут отсчет военные преступления российской армии в Украине. Всего в Буча, Ирпине, Бородянке, Гастомеле – это пригороды Киева. В первый месяц войны погибли около тысячи мирных жителей. В Буче по состоянию на конец года Верховный комиссариат ООН по правам человека задокументировал 73 убийства из зафиксированных 442. Буча случилась после того, как российская армия потерпела свое первое и главное поражение в войне – проиграла битву за Киев. Под Киевом элитные десантные части потерпели страшные потери. Элита ВДВ фактически перестала существовать. Например, 331-й парашютно-десантный полк из Костромы – украшение всех московских парадов. К апрелю он потерял 500 человек из 1500. Провалив операцию по захвату Антоновского аэропорта в Гастомеле, десантники несли потери и в Ирпине, и в Буче, где на третий день войны попал в засаду 234-й десантно-штурмовой полк 76-й псковской дивизии ВДВ. Сначала он отступил с большими потерями, а затем 3 марта вернулся. Так началась Буча, о которой через месяц узнает весь мир. 1 апреля появилось вот это видео с Яблонской улицы в Буче. Если вы говорите, что русские солдаты – это люди. Эти тела были идентифицированы очень быстро. Ирину Филькину по этой фотографии опознала мастер, которая делала ей маникюр 23 февраля. И это фото стало символом зверств Буча. Филькину застрелили из БМП, когда она выехала на велосипеде на перекресток. Постепенно появлялись все новые и новые подробности. Как российские военные ходили из дома в дом, вытаскивали людей из подвалов, проверяли их телефоны, потом расстреливали. Как убили местного жителя, который вышел на улицу за дровами. Сначала отстрелили ему ногу, потом убили. Как 4 марта в 11 утра на глазах у остальных пленных убили выстрелом в затылок 28-летнего, вступившего в терроборону сотрудника местного магазина Виталия Карпенко. Как вскоре после этого расстреляли еще восьмерых жителей Бучи, но один из них, Иван Скиба, уже известная фамилия, чудом выжил и потом рассказал, как их убивали. Как 14-летняя Анна Мищенко, ее мама Тамила, и еще две местных жительницы, Жанна Каменева и Мария Ильчук, заживо сгорели в микроавтобусе. Наконец, уже сейчас Нью-Йорк Таймс показала и рассказала во всех подробностях, что произошло на Яблонской улице, где закрепился 234-й полк. По минутам и по часам. Например, как погибла 14-летняя Анна Мищенко. Нью-Йорк Таймс нашла и видео, и местного жителя, который делал фото на телефон. Здесь было все прекрасно видно. Первая фотография с этого места сделана 5-го числа в 12.04. Уже лежит один велосипедист, убитый, и стоит расстрелянный микроавтобус. Фото Виктора позволили нам подтвердить личности тех, кого убили россияне. 68-летнего велосипедиста Владимира Бровченко и в автобусе Жанна Каменева, которая пыталась выехать из Буча вместе со своими соседками Марией, Томилой и 14-летней Анной. Через час появится еще одна жертва. В 12.46, через 40 минут уже на фотографии видно еще один человек убитый, и микроавтобус просто уже горит, пылает. Это был 61-летний Михаил Коваленко. Он тоже пытался выехать из Буча. Анна Мищенко. Училась в 8-м классе. Учила английский, французский, испанский. Занималась рисованием, мечтала стать художницей. Мама работала в магазине. Буча – это благополучный пригород Киева. Просто там жили люди, и вдруг их стали убивать одного за другим выстрелами в спину. Кто конкретно нажимал на курок, будь это казни пленных или расстрелы во дворах и на Яблонской улице, неизвестно. Но ответственность, утверждает Нью-Йорк Таймс, лежит на десантниках из 234-го полка и на их командире, полковнике Артеме Городилове. Людей убивают фактически у него на глазах. Это зафиксировано. И после этого расследования Нью-Йорк Таймс окончательно понятно, почему именно Буча стала символом того бесконечного ужаса, в который превратилась путинская война. Это нельзя объяснить, невозможно уложить в голове. Зачем? Зачем расстреляли 54-летнего Олега Вербу, когда он возвращался домой с пакетом картошки? Зачем убили жителя Ирпеня Максима Явенко, когда он вышел из машины с поднятыми руками, а затем на глазах у их ребенка застрелили в машине его жену Ксению? Этих десантников использовали как штурмовую пехоту. Они попали в засаду, понесли огромные потери, потом окопались в Буче и стали стрелять там во все, что движется, говорит Руслан Левиев из конфликт-интеллигенс-тим, которая помогала Нью-Йорк Таймс в этом расследовании. Это скорее боязнь того, что эти люди, мирные жители, передадут информацию армии Украине о том, где находятся российские солдаты, передадут им координаты и, соответственно, спустя минуты, а может быть часы, после этого по ним полетят артиллерийские снаряды по этим десантникам. Поэтому, типа, свидетелей надо не оставлять в живых, чтобы никто не мог передать данные армии Украине о том, где находятся российские солдаты. Вот с этой целью убивали всех мирных жителей. Наверное, так и есть. Но это объяснение не очень помогает уложить в голове эти страшные и, главное, абсолютно хладнокровные зверства. Людей убивают спокойно, бесстрастно, как будто чистят картошку. Не позволяют убирать трупы с улицы. Сначала бросили гранату в дом к 40-летнему Олегу Абрамову. Стали стрелять. Он вышел на улицу. С ним жена и зять. С него сняли верхнюю одежду, поставили на колени и выстрелили в упор в голову. Жена подходит, видит, у него из уха кровь бьет пульсирующей струей. Увидев его лежащим в луже собственной крови, жена стала умолять солдат убить ее. «Они сидели передо мной и пили воду», сказала она, как будто ничего не случилось. Нет, это не только страх и не только мера предосторожности. Это работа. Это злость и бесчеловечность, которые перестали быть эмоциями и стали, если угодно, профессиональной деятельностью. Примерно так немцы в 41-м расстреливали гражданское население в деревнях. По 10 человек за каждого убитого партизанами. Очень скоро после Буча начнут поступать сведения о том, что творится в Херсоне, который российская армия оккупировала как раз примерно так же, как Сталин занял Восточную Польшу в 39-м. Оккупировала и в той же логике стала терроризировать население. Поставленные на поток похищения, пытки, убийства, фильтрация. Аналогичная картина откроется и в Харьковской области, когда украинцы ее освободят уже в сентябре. Но Буче досталось все. И расстрелы на улицах, и фильтрация неблагонадежных, и использование гражданского населения как заложников. Александра Романцова рассказывает. Использование школ как баз для обстрела, при этом не выпуская людей из подвала, потому что у школ детских садов хорошие подвалы, и люди использовали как бы убежище. То есть одна из таких, это третья школа Буче, но это самый яркий пример, 62 человека в подвале, и они посреди школьного двора ставят зенитный расчет, который стреляет оттуда. Вот все это лежит на месте еще в момент, когда мы приехали, то есть это фиксируется. Среди 62 человек 4 беременные. Одну женщину, которая вышла, они убили. То есть вот, и они только через 4 дня дали им возможность перейти в подвал другого детского сада, чтобы они там были. И рядом с ними сидел снайпер, который убил 4-х человек, которые вышли поговорить по телефону. То есть вообще наличие телефона, это было раздражающее абсолютно, ну как бы явление, которое вот просто обстреливали, закидывали гранатами, если обнаруживали телефон в подвале, и так далее. Так получилось, что именно Буча воплотила в себе главная войне Путина с Украиной, ее бесцельную, бессмысленную жестокость, недоступную пониманию современного человека. Именно в Буче мир понял, это не просто война России, ну, российской власти с Украиной, это цивилизационная война. Путин строит принципиально другой мир. Оттуда, из России, идет не вторая армия мира, а средневековая орда. Это просто очень страшно. И Буча окончательно определила позицию Запада. Нельзя допустить победы Путина в этой войне. После Бучи Запад берет курс на полноценную военную помощь Украине. В Кремле тоже сразу поняли, Буча это серьезно. По словам собеседников важных историй в Кремле, после того, как 3 апреля были опубликованы свидетельства преступлений российских военных в Буче, в администрации президента полдня царил хаос, а потом в СМИ спустили методички по опровержению событий. Внутри все стали обсуждать, что дело идет к трибуналу. Буча это фейк, объясняет Путин. Мы знаем, кто за этим стоит. Дежурно говорил он генсеку ООН Гутеррошу в конце апреля. Буча это инсценировка. С тех пор повторяет за ним Лавров. Разумеется, и Путин, и Лавров знают. Буча это не фейк, не инсценировка, не провокация. Точно так же, как они оба знают, кто в августе 2020 года отравил Навального новичком. Буча показала Путину дороги назад нет, а значит, надо сильнее давить на газ. Не случайно именно за рассказы про Бучу в России стали сажать тюрьму. Параллельно с Бучей Кремль развернул невиданный до тех пор террор уже у себя дома в России. А у меня в эфире из Киева известный украинский журналист Юрий Бутусов, главный редактор сайта Цензорнет. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Юрий, я вот наткнулся на ваше интервью, которое вы давали в середине, кажется, февраля, за две недели буквально до войны, и вы очень четко предсказали, на самом деле, что будет происходить, что нет шансов у российской армии, что Блицкриг не удастся, что танки все будут, попадут под дживелины по дороге. Это все очень подробно вы предсказали. Вот эти первые два дня войны, может быть, когда ситуация оказалась очень нервной, вас что-то вообще удивило из того, что происходило? Меня удивило, в общем, то, что Россия приняла стратегию, которая, в принципе, была невозможной по реализации. Я с самого начала, в общем, не видел возможности у врага захватить Киев, но поэтому я был, я поехал вначале на Донбасс, думал, будет, я предполагал, что противник нанесет основной удар по Днепру, чтобы отсечь Украину правобережную от левобережной. Поэтому находился там в 24, я уже 23-го был на Донбассе, в 25-го я был в Днепре. Я предполагал, что российская армия все-таки будет двигаться в этом направлении. Поэтому меня удивило, в общем, была большая угроза того, что противник сконцентрирует силы и пойдет по Днепру, но, к счастью, этого не произошло. И, в общем, даже те усилия по обороне Днепра, какие очень поспешно большая группа наших руководителей в Днепропетровской области проводила, военное командование, все это, по счастью, оказалось невостребованным, и силы были переброшены на другие направления. То есть, меня удивило, что российский план войны оказался не только тактически, но и стратегически абсолютно провальным и, в общем, что сразу с нескольких направлений без достаточного количества сил решили нападать. Да, безусловно. Это была военно-политическая операция. Она была предпринята полностью по шаблону вторжения России в августе 2014 года под Луганском и под Иловайском. То есть, они взяли ту модель, тот шаблон, который у них получился в 2014 году и повторили его в масштабе всей Украины. Видимо, ожидая политического эффекта. То есть, это, скорее всего, была такая военно-политическая операция, которая должна была принудить деморализовать украинский народ и таким образом сорвать мобилизацию, деморализовать украинский народ и таким образом принудить политическое руководство Украины подписать капитуляцию. То есть, цели ставились на очень кратковременную кампанию с максимально широкими целями, глубокую операцию на очень большую глубину. Ну и, в общем, это все провалилось и не могло не провалиться. Я подробно давал интервью, у меня было радио Свободе интервью в 2021 году, я еще когда первый раз было в вертывании в апреле, по-моему, в 2021 году рассказывал об этом. Второе, у меня была серия публикаций, выступлений и в январе, в феврале я говорил о вероятном характере действий российской армии и анализировал развертывание группировки вдоль границ с Украиной. Само развертывание группировки показывало, что такая операция носит политический характер. Единственное могу сказать, что действительно меня удивило, неприятно удивило, это, конечно, да, это отсутствие вообще всяческой обороны, к сожалению, со стороны Украины на юге. Это, конечно, была неожиданность, потому что, по сути, организованная оборона отсутствовала вообще. Противник на 25 февраля уже зашел в Херсон, на правый берег, захватил все три переправы, три железобетонных моста, захватил все четыре моста абсолютно неповрежденными из Крыма, все дамбы, абсолютно без малейших повреждений. 25 февраля они заехали в Херсон, и они заехали в Мелитополь, в ключевой город юга Украины. Конечно, я не предполагал, если бы Россия была остановлена на юге, то, в общем, ситуация у Путина была бы гораздо более проигрышной, потери были бы на порядок выше в России и на порядок ниже у Украины. Но, опять-таки, это уже другой вопрос. Тот факт, что Зеленский остался в Киеве, вас не удивил? Ну, это было бы просто невозможно. 24 февраля вся Украина вышла на войну. Все военкоматы были полны людьми, все воинские части, то есть произошла абсолютная самомобилизация. и в таких условиях оставить город, где большая часть населения поднялась на борьбу, было бы политическим самоубийством. Вообще, это было бы просто дикость, и я думаю, что тут даже не то, что про власть идет речь, а я думаю, что оставление города не поняли бы вообще никто, даже родственники украинского руководства. Поэтому это было абсолютно исключено. Какое вообще впечатление на вас произвел Зеленский в ходе этой войны? Она обрушилась на него все-таки, ну, он по бэкграунду не военный? Ну, он зачитывает политические речи, выступает все время в эфире, в принципе, как человек, который постоянно выступает по интернету, онлайн, озвучивает какие-то тексты, он прекрасный актер, и он прекрасно озвучивает эти тексты. Поэтому в этом плане он эффективен. К сожалению, все остальное, ну, не готовился к войне, это очевидно, я также об этом писал перед войной. Да, потому что не верили, что не верили, что полномасштабное вторжение, это такой известный факт. Да. К сожалению, в руководстве Украины очень сильная пророссийская партия, отдельные люди из этой пророссийской партии остаются еще даже в руководстве, поэтому, безусловно, надо понимать, что российское влияние было до начала вот этого полномасштабного вторжения очень сильным. Поэтому, ну, как сказать, в плане ставки, работы ставки Верховного Луна командования у нас очень большие проблемы. Нам нужно в этой войне построить более эффективную организацию, чем это сделал Путин, который к этой войне готовился больше 20 лет. Поэтому, безусловно, перед нами серьезные вызовы, и я рассчитываю, что руководство Украины все-таки найдет время и как-то проанализирует то, что произошло, то, что надо делать, и займется системным оборонным планированием и военным строительством. Мы знаем, что происходило в течение года, мы за всем этим внимательно наблюдали в режиме 24 на 7 примерно те победы, которые уже одержала Украина. Какой главный фактор этих побед и вообще перехвата инициативы, который произошел очевидно довольно быстро? Ключевой фактор побед Украины это то, что весь народ, большинство людей оставили любые свои разногласия, свои дела. Большая часть граждан Украины они сплотились друг с другом и поднялись на борьбу за свою страну. Масштабы такой подъем и такой масштаб сопротивления, безусловно, спрогнозировать, я знал, что это будет, но даже я не мог предположить, что практически не останется политических сил, которые бы хотя бы прямо или косвенно не выступали все как один за сопротивление, за борьбу, не останется практически ни одного уголка Украины, который бы не стал центром сопротивления. Насколько вы прекрасно разбираетесь в военных делах, это очевидно, насколько с вашей точки зрения была четкой, своевременной и разумной помощь Запада военная? Запад оказал нам беспрецедентную по масштабам поддержку, это профессиональная поддержка, эффективная поддержка, которая превышает все возможные ожидания. Запад действует, учитывая их все-таки состояние такого мира и отсутствие мобилизационной готовности, которую мы видим, Запад сделал больше, чем можно было бы ожидать. Масштабы беспрецедентные и это действительно одно из чудес. При том, что звучала критика, на самом деле, она звучала и весной, и летом она была, что все равно недостаточно, и хаймерсов мало, и этого мало, и там сейчас будет не хватать боеприпасов и так далее. Дело в том, что Запад не готовился к войне, первое, это потому, что они для себя лично угрозы не видели и они не предполагали, что Россия посмеет все-таки большая часть стран посмеет нарушать безопасность Европы и развязывать войну в Европе. Да-да, континентальная Европа тоже не верила, как мы знаем. Запад не готовился к войне. То есть это определенные ресурсы, которые у них были накоплены, они не предназначены, не готовы были к масштабной наземной войне. То есть первое, отсутствие мобилизационной готовности, и второе, иная доктрина боевых действий, которая развивалась все эти годы в странах НАТО. Она базируется на создании господства в воздухе и господства на море. Поэтому, безусловно, у Запада нет такого масштаба объема вооружений для наземной войны, которая необходима в том случае для тех стран, у которых, в отличие от НАТО, нет господства в воздухе и нет господства на море. То есть, а все необходимо решать на земле. Поэтому, безусловно, у них еще и не могло быть таких запасов вооружений для того, чтобы передавать нам все в таком масштабе. Каков ваш прогноз на начало следующего года и, может быть, даже его продолжение? Понятно, что сейчас идут бои на Востоке, все ждут вот этого, соответственно, что будет происходить в Запорожье, будет ли там возможен прорыв или нет. Но очевидно, что, по крайней мере, судя по всему, российские генералы исходят из того, что у них уже очень много людей в результате мобилизации и вообще уже оборонные ряды уже готовы гораздо лучше, чем раньше. И как-то, как вы видите развитие событий? Сейчас все решается на поле боя. Россия провела мобилизацию и пытается сейчас проводить реформы, военные реформы, пытается менять тактику организационно-штатную структуру своей армии, систему боевой подготовки, мобилизовывает всю промышленность для обеспечения армии и войны. Поэтому, безусловно, сейчас прогнозировать что-либо абсолютно точно невозможно. Идет борьба двух систем. Украинский народ, который поддерживает союзники НАТО, и Россия, которая прилагает все усилия, все силы для того, чтобы нас уничтожить. Поэтому, я думаю, что следующий год это будет идти борьба за Донбасс. Она будет очень кровавой. Весь год? Это будет наземная. Думаю, что да. Будет наземная война. Кровавая наземная война на Донбассе в течение всего года. Ужасно. Безусловно. Поэтому это будет очень тяжелый боик, поскольку уже война не та, что была в 22-м году. Это война вязка, война пехоты, война, которая ведется за какую-то конкретную высоту. Она будет похожа на то, что в июне, в июне, июле, да, происходило, когда российские войска брали Лисичанск, Севердонецк? В этом есть, конечно, определенное будет сходство, но сейчас нет угрозы, сейчас нет такого абсолютного тотального превосходства российской армии в боеприпасах, как это было. Россия понимает, что боеприпасы потрачены. Вот это их продвижение летом, которое останавливалось большой кровью, героизмом украинских воинов, все это покупалось тем, что Россия вываливала буквально эшелоны снарядов на украинские позиции. сейчас такого масштаба объема боеприпасов в России уже нет. У них по-прежнему превосходство в снарядах, оно есть, но это уже не в десятки раз, а это в разы. Поэтому выполнить функцию основного артиллерия уже не сможет выполнять свои задачи как основное средство прорыва. Поэтому прорывать будет пехота. Вот так, как мы видим под Бахмутом, на других участках фронта. Поэтому Россия реорганизовывает пехоту, наземные силы, и, естественно, Украине такой же вызов. Украина должна поднять боеспособность пехоты для того, чтобы в таких тяжелых условиях продолжать вот эту массу атакующих российских войск и снова завладеть стратегической инициативой. Вы видите перспективу выхода к Козловскому морю, о чем идет речь последний месяц для украинских войск? В современной войне, да и вообще в принципе война ведется не за контроль территории. Цель войны это уничтожение боеспособности противника. В данном случае после совершения мобилизации и переформирования российских войск после их поражения под Херсоном и под Харьковом российская армия сейчас имеет достаточно плотность боевых порядков для того, чтобы пытаться перехватить тактическую инициативу и стратегическую инициативу на Донбассе. И вот эта борьба за инициативу она происходит прямо сейчас. Поэтому та сторона, которая более эффективно применяет людской ресурс, которая более эффективно готовит резервы, которая более эффективно осуществляет перманентную мобилизацию общества и экономики, и добивается максимального успеха. Для Украины это не просто самостоятельные действия, но это и во многом определяется действиями наших союзников, которые являются сейчас нашим тылом. поэтому мы очень рассчитываем в новом году, чтобы наши союзники по НАТО сделали то, чего не можем на данный момент сделать мы, развернули свою оборонную промышленность, развернули масштабное производство средств поражения, высокоточного оружия, и чтобы Украина получила все-таки хотя бы паритет по количеству боеприпасов и средств поражения с Российской армией на Донбассе. Только мы достигнем паритета, Российская армия будет в очередной раз разгромлена, и тогда вопрос контроля территории будет решаться. Это второстепенная задача. Когда закончится эта война? Вы не верите, что она закончится в следующем году? Нет перспектив говорить о том, что эта война закончится в следующем году. Дело в том, что опять-таки подрыв вороноспособности, подрыв боеспособности российской армии, эту задачу невозможно решить за один день, неделю, месяц. Россия начала перманентную мобилизацию, когда волна за волной в военные лагеря будут загоняться новые и новые волны людей. Остановят эту мобилизацию только большие потери, которые трудно будет восполнить. потери в кадровом составе, которые Россия уже не сможет компенсировать. Сейчас война приняла характер противостояния экономических систем и систем управления людьми. Люди в Украине есть, их не меньше, чем в России, поскольку у нас есть превосходство мотивации, но все решают уже на этом этапе войны не только мотивация, но и организация и экономика. То есть, кто может производить больше боеприпасов, больше средств поражения и таким образом обеспечить превосходство на фронте в средствах поражения. Вот это сейчас основной фактор. Поэтому так много зависит от экономики стран НАТО. С каким настроением вы будете встречать Новый год? Так же, как весь украинский народ, я буду с чувством уверенности в победе и с чувством скорби о тех десятках тысячах наших соотечественников, которые отдали жизнь ради того, чтобы мы имели возможность встречать этот Новый год. Спасибо большое. Юрий Бутусов, главный редактор сайта «Цензор.нет», о том, что его удивило и не удивило в начале этой войны, о тактических провалах российской армии и о том, как война будет развиваться дальше. Десять месяцев — это огромный срок. Война начиналась в одной реальности, в одной стране, а сегодня перед нами уже другая. Уже забылось. Накануне войны, вечером 23 февраля, речь идет пока о российском нападении на Донбасс. Зеленский выступил с обращением к россиянам. Он взывает к голосу разума и здравому смыслу. Говорит, Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две разные страны. Заканчивает так. Хотят ли русские войны? Ответ зависит от вас. На второй день войны, 25 февраля, Зеленский уже снял пиджак, переоделся в хаки, и он снова обращается к россиянам. Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны. Для этих слов были основания. В первые дни войны даже недели по России прокатилась волна протестов. Это были достаточно массовые выступления. Социологи даже заговорили о перспективах антивоенного движения. За первые две недели были задержаны более 10 тысяч человек. Центральные площади всех крупных городов России оккупировала Росгвардия. По всей стране, от Петербурга до Казани, от Самары до Новосибирска начались обыски у активистов, у муниципальных депутатов, у журналистов. Путин держал свои планы в секрете, никого не предупредил, и система, конечно, не была еще готова к войне. Полицейские в ходе этих обысков просто искали любой удобный повод. Любой выход на улицу, любая листовка, любой плакат были чреваты немедленным задержанием. Били и брали за все. За звездочки за все, что угодно. Реагировали стремительно и стихийно. Вот показательный и известный случай в Москве. Как вы думаете, если здесь просто сказать два слова, меня за это сейчас арестуют или нет? Вас уже задерживают. Но уже на второй неделе войны начались системные меры. Все было очень быстро. Тем более, Путин начал готовиться к войне заранее. Просто поняли мы это постфактум. Репрессии вышли на принципиально новый уровень еще в начале 21-го года. Навальный в тюрьме, его штабы закрыты, соратники объявлены экстремистами. Важнейший шаг, заранее уничтожена единственная сетевая протестная структура в стране. Ликвидирован мемориал, журналистов назначают иноагентами. И главная задача Кремля в первую неделю войны остановить трансляцию и расширение антивоенной повестки. Главное это цензура. Первые два-три дня система находится в состоянии шока и через нее еще прорываются голоса. Открыто против войны выступили тогда три депутата. Все коммунисты. Михаил Матвеев, Олег Смолин, Вячеслав Мархаев. На четвертый день войны на эхе Москвы еще можно было услышать известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. Я считаю, что у Путина есть задача присоединить Украину к Российской Федерации и Беларусь тоже и войти в учебники истории. Как кто? Как кто? Как фашист. Как лидер фашистского государства. Другого пути у него нет. В эти первые дни войны такое было еще возможно. Это 28 февраля. Я этот момент очень хорошо помню. Он прямо врезался мне в память. Еду за рулем, слушаю эхо и понимаю, это последние дни. Еще работало Эхо Москвы, еще работал телеканал Дождь, Новая газета. 28 февраля. На следующий день в Думе появились поправки, новые уголовные и административные статьи, призывы остановить войну административка, разговоры, сообщения о жертвах до 15 лет. 1 марта Роскомнадзор одновременно отключает от эфира Эхо Москвы и блокирует сайт Дождя. Ютюб-то Дождю не отключишь. Я хорошо это помню, потому что в тот день был в эфире вместе с главным редактором Тихоном Дзитко. Тихон пошел читать пришедшее на канал предписание РКН, а я продолжил сидеть в эфире. У Путина нет плана Б, нет возможности выйти из созданной им катастрофы. Его война с Украиной это такая страшная воронка, смертельный котлован, из которой чем дальше, тем сложнее будет выбираться. Итог один, он уже известен, заранее. Украина будет независимым европейским государством, и теперь весь мир считает это своей задачей. Вопрос в том, каким количеством жизней, каким количеством человеческого горя она за это заплатит. А вместе с ней и мы с вами. Следующим утром я и многие мои коллеги уже были в самолете. Это был мой последний эфир и примерно предпоследний эфир дождя из Москвы. В течение следующих двух недель из страны уехали практически все независимые журналисты. В конце месяца остановилась новая газета. К этому моменту уже были заблокированы все информационные сайты, а также Инстаграм и Фейсбук. Там, где еще две-три недели назад звучали независимые голоса, образовалась выжженная пустыня. 14 марта в эфир новостей с антивоенным плакатом вырвалась сотрудница Первого канала Марина Овсянникова. Тогда оказалось это начало конвульсии внутри пропаганды. Но нет. Это был героический единичный выстрел. А дальше настала пора сажать. К концу марта уже был десяток уголовных дел по новой статье о фейках. Еще через две недели за 30. 11 апреля задержали и отправили спецприемник политика Владимира Карамурзу. Оттуда его перевезли прямо в СИЗО. 27 апреля был арестован муниципальный депутат Алексей Горинов. Вот за эти слова. Скажите, пожалуйста, о каком конкурсе детского рисунка может быть речь? об организации танцевальных приуроченных ко дню защиты детей или об организации танцевальных программ приуроченных к дню победы, когда у нас каждый день гибнут дети. Я для информации скажу, уже около 100 детей погибло в Украине. Дети становятся сиротами. На этом видео по левую руку от Горинова сидит Илья Яшин, его коллега по муниципалитету. Скоро Горинов получит 7 лет тюрьмы. После этого Яшин открыто отказался уезжать. В июле он был арестован. В декабре прозвучал приговор. 8,5 лет за то, что он говорил про Бучу. В конце декабря его внезапно в нарушение правил до апелляции этапировали в Удмуртию. Не дали встретиться с мамой. Вот так, говорят, адвокаты поздравили с Новым годом. В августе закрыли рот запретом определенных действий Евгению Ройзману в Екатеринбурге. Среди крупного бизнеса громко выступил против войны только Олег Тиньков. И сразу, как война началась, и потом в апреле в своем инстаграме. Безумная война, армия говно, чиновники в шоке, 90% россиян против. Мощно прокомментировал Илья Яшин. На следующий день, по его словам, администрация президента Владимира Путина связалась с топ-менеджментом банка и пригрозила его национализировать, если организация не разорвет связь с бизнесменом. На прошлой неделе он продал свою 35-процентную долю российскому миллиардеру, который занимается горнодобывающей промышленностью, что, по его словам, было отчаянной и горячей продажей, навязанной ему Кремлем. «Я не мог обсуждать цену», рассказывает Тиньков. «Это было так, словно я заложник. Ты берешь то, что предложили. Я не мог вести переговоры». Как писала газета «Коммерсант», сумма сделки могла составить 300 миллионов долларов. Столько, вероятно, Тиньков получил за свой пакет стоимостью около 2,5 миллиардов. И это тоже было назидание остальным. Среди российского бизнеса и особенно в регионах много тех, кто резко против этой войны. Но кто решится пойти дорогой Тинькова? Надо как-то жить дальше, надо работать, надо платить зарплаты. И это очень понятно. Чиновники тоже в трудном положении. Какие-то менеджеры среднего и низшего звена уволились и уехали. Из Кремля, из ведомств, из госкомпаний. Они не под санкциями, их имена не на слуху, соскочили. Ну, например, из-за опасений, что им закроют выезд за границу. Тем более, выезжать чиновникам из страны действительно стало трудно. Да и перспектив нет. Но таких все-таки не очень много. Могло быть больше, говорит журналистка Фаридару Стамова. На самом деле, мне кажется, многие могли бы уйти, возможности для этого были, но это просто вопрос, да, это вопрос выбора. вопрос выбора между тем, чтобы там остаться как бы не у дел, без работы, без каких-то гарантий. Вот я спрашивала, например, каких-то чиновников в среднем звена, да, и у них вот в основном, например, рассуждения такие, что, я имею в виду люди, которые не не стали субъектами санкций. У них в основном рассуждения такие, что, а кому я нужен, вот я уволюсь, как я буду зарабатывать деньги для своей семьи, я не могу уехать, потому что я не найду себе работу, а здесь я хоть что-то делаю. К тому же, в России серьезная должность это защита, гарантия безопасности. Уйти с работы, тем более в таких обстоятельствах, значит подвергнуться новым рискам, большой дискомфорт. И все это тоже очень понятно. Те, кто на виду в еще более трудном положении, отставка чиновников первого ряда рассматривается как предательство. И все понимают, спрятаться будет негде. Из тех, кто на виду, список исчерпывается Анатолием Чубайсом, уехавшим в первые дни войны. А те, кто остались, смотрят по сторонам и видят, жизнь не остановилась. Да и ее невозможно остановить. Пустые витрины наполнились, восстановился ассортимент в супермаркетах, на дорогах пробки, с капиталами разобрались, кредитные карты сделали, нельзя поехать в Европу, есть другие направления, денег по-прежнему много. За 10 месяцев элита приспособилась к жизни во время войны. И это тоже понятно. Когда вы спрашиваете, чего ждете, у всех такая вот более-менее окончательная адаптация. То есть все понимают, что это скоро не закончится, что с этим еще очень долго нужно будет жить. И поскольку жить в каком-то таком истерическом состоянии долго невозможно, все вольно и вольно привыкают и вот уже как бы не рефлексируют так много, а скорее вот как-то уходят в какую-то все вот сублимацию, там благотворительностью занимаются, там еще какими-то вещами, вот чтобы там условно для очистки совести, там или для того, чтобы как-то облегчить душу, не знаю. но видно, что там люди стараются ограничивать даже информационные потоки, там отписываются от всяких вот этих вот Z-каналов и так далее. Довольно много этого есть. Да, и в элите есть те, кто считают, что Путин прав, поддерживают войну, но их мало. Тысячи, десятки тысяч, может быть даже сотни тысяч чиновников, бизнесменов, артистов, юристов, профессоров, врачей не согласны с этой войной, но они свыклись с ней, приладились к ней, впустили ее в свою жизнь и таким образом приняли ее. И что-то похожее произошло с обществом в целом. Социологи объясняют, высокие рейтинги войны и Путина нельзя принимать на веру, подавляющее провоенное большинство это иллюзия. По опросам, три четверти россиян поддерживают войну. В этих трех четвертях есть и страх сказать нет, и непонимание, что происходит на самом деле, и пассивное конформистское одобрение, когда у большой группы процентов 25, 30 на самом деле нет позиции, она идет за воображаемым большинством, угадывает правильный ответ. И противников войны на самом деле не меньше, чем сторонников. Это все так. Однако факт остается фактом. У Левада-центра одобрение Путина в марте 83% в декабре 81%. А Путин и война это примерно одно и то же. И по итогам года понятно, что общественное мнение гарантирует режиму значительный запас прочности, говорит директор Левада-центра Леонид Фолков. Здесь есть запас прочности, прежде всего в связи с тем, что как основная масса противников военных действий, так и сторонников, они все равно отдают наук властям. И говорят, мы люди маленькие, большие люди пусть решают. А мы, наше дело страна, мы посидим и посмотрим. То есть здесь и те, и другие, они в основном готовы делегировать это власти. И как раз вот в этом, мне кажется, залог той поддержки, которая есть. Она неактивна. Да, мы не видим демонстрации, мы не видим, что много людей с каким-то островленением выходили на улицу в поддержку военных действий. Но это именно такой карт-бланш, который основная масса представляет властям, нас не касается, ну и делайте, что хотите. В это было трудно поверить. Да, любая война вызывает мобилизацию в обществе. И в марте рейтинг Путина закономерным образом подскочил. Люди надеялись, что войны не будет. Это есть в вопросах. Но когда Путин ее начал, выдали ему мандат на войну. Да, в условиях тотальной цензуры и репрессий, массовая антивоенное движение вырасти могло вряд ли. Тем не менее, казалось очевидным, что общественное мнение начнет разворачиваться по мере того, как армия будет терпеть одно поражение за другим, нести огромные потери и война превратится в бесконечную бесцельную мясорубку. Путин боялся объявлять мобилизацию, тянул до последнего. Еще бы, рухнет его контракт с обществом, договор о том, что война это там, в телевизоре, понарошку. И действительно, объявленная 21 сентября частичная мобилизация стала шоком. Уровень тревожности вырос вдвое, взлетел за одну неделю. Люди испугались. Что это? Россия проигрывает? Кого заберут на фронт? Что будет дальше? Снизился рейтинг Путина. Как будто заскрепело основание у режима. Но одновременно включилась героическая покорность указаниям власти. Деды тоже воевали. Сказали, надо, значит надо. Родина же зовет. И мы увидели, как в военкоматы идут в том числе ухоженные, спокойные, добрые 28-30-летние парни от Москвы до Владивостока. Немыслимая картина. Их бросят в самое пекло в Авдеевке и Бахмуте с ржавыми автоматами. Их ждут смерти и увечья. Их шансы выжить статистически меньше половины. Их ждет позор, потому что они агрессоры. Но они идут. Покупают на свои деньги или в кредит бушлаты, собирают себе аптечки и идут. Когда объявили мобилизацию, я спрашивал Валентину Мельникову из комитета солдатских матерей. Но ведь семьи, жены, матери призывников защитят своих мужчин, не отпустят их в эту мясорубку, выйдут на улицы, станут общественной силой. Семьи нет. Они или не понимают, или их это как-то устраивает, они надеются на авось, они надеются на, ну, цинично говоря, даже на деньги. Потому что вот обещали, что им будут платить как контрактникам, да, и где-то в подсознании у них есть у меня и такие письма, что, ну вот, ну, даже если убьют, значит, будет страховка. Спасаясь от мобилизации, сотни тысяч человек уехали из страны. В сентябре и октябре штурмовали границы. Уехали молодые, образованные, обладатели человеческого капитала. Россия изменилась. Даже МВД предупреждает о структурной трансформации социальной ткани страны. Для власти это тоже шок. Хотят ли русские войны? Спрашивал накануне войны Зеленский. Говорил, мы вас видим. В августе он уже призывал Запад отгородиться от России железным занавесом. Пусть живут в своем собственном мире, пока не изменят свою философию. Так хотят ли русские войны? При прочих равных нет, не хотят, а кто-то и сильно против. Но общий ответ социологический. Можно. Неизвестно, как бы пошло дальше, но Путин свернул мобилизацию и общественный шок прошел. Вернулись цифры поддержки власти. Последний, уже декабрьский опрос Левады. Декларируемая поддержка войны медленно снижается. В марте за и скорее за 80%, в августе 76%, в октябре 73%, декабрь 71%. Но это устойчивая ситуация. И за тыл Путин пока успокоен. Люди успокоились, опять приучили себя к мысли, что да, это идет где-то там, меня не касается. То есть вот в этот раз не коснулся, слава богу. Что-то потом будет, это другой разговор, но в целом все вернулось на круги своя, поэтому да, можно сказать, что приучили себя к той мысли, что это нас не касается. Вообще я бы кстати обратил внимание, что немножечко еще сократилось количество тех, кто хочет переговоров. То есть да, они все равно преобладают, но их уже поменьше, 50%, месяц назад было 53%, 57%. И мы видим, что люди говорят. Они говорят, раз начали, надо продолжать. До победы, до конца, сейчас уже поздно остановиться. То есть вот какое-то ожесточение оно тоже присутствует в наших данных. Его видно. Хотя, опять же, большая часть хотела бы прекращение, опять же, в связи с гибелью людей, в связи с тем, что это для них неприемлемо. мифология и предназначение войны поменялись за последние 10 месяцев. Начинал ее Путин как спецоперацию по деноцификации Украины. Продолжил осенью как народную войну с коллективным Западом. Война как сиквел Великой Отечественной и одновременно религиозной джихад. Это не сработало и, наверное, не должно было сработать. На самом деле общество не должно быть мобилизованным. Оно должно исполнять повинность, поставлять короне личный состав для фронта. А истерические пропагандистские проповеди про родителей номер один и родителей номер два звучат как позывные дежурные слова из радиоточки. Цель у войны исчезла. Уже давно никто не понимает, что можно было бы считать победой. А Путин хвастает Запорожьем. Отобрали кусок у другой страны. Но к концу года стало понятно. Это уже не важно. Война теперь нужна ради нее самой. Война превращена в организующий принцип. И Путин не случайно назвал войну войной. Это не оговорка. Это планы на жизнь. Общественная мобилизация теперь будет проходить в приказном порядке с помощью кирзового сапога. Так режим ищет новую зону комфорта, если пользоваться выражением политолога Владимира Пастухова. Режим вляпался в войну. И у него есть два пути. Это самоликвидация или поиск новой зоны комфорта. Если будет последняя, то это будет ниже Плинтуса. Это будет стабилизация в параметрах, которые предполагают очень закрытое общество с узким кругом людей, для которых сохранится свобода передвижения. Она может быть шире, чем была в СССР, но ненамного. Это, безусловно, новое ограничение для распространения информации. Большая вероятность закрытия Ютуба и, может быть, даже Телеграма. Это переход на другой уровень репрессий с возвращением смертной казни. Когда Путин начинал войну, он повязал ответственностью все свое окружение, заставил каждого выступить на совбезе. К концу года ему удалось втянуть в свою войну все общество. На наших глазах Россия переживает исторический разрыв с Западом и тотальную милитаризацию. Экономика переведена на военные рельсы, стремительно меняются приоритеты в образовании, объявлена масштабная реформа армии, увеличение численного состава в полтора раза. Это признание. Россия будет теперь воевать всегда. В стране появилась новая духовная аристократия, военкоры, зэдблогеры. Они теперь моральные авторитеты. С ними теперь встречается Путин, они теперь в комиссии по мобилизации, в Совете по правам человека и так далее. Теперь, говорит Путин, 99,9% россиян готовы отдать себя родине целиком. Тут главное, их уже, в общем, не очень спрашивают. В Кремле страха перед мобилизацией больше нет. И кому-то из них еще придется умереть на фронте, а оставшийся одной десятой не поздоровится. В следующем году милитаризация будет нарастать, говорит политолог Александр Морозов. Милитаризация страны неизбежно будет усиливаться, потому что, во-первых, потому что даны уже долгосрочные поручения военно-промышленному комплексу российскому. И Путин подтвердил, что бюджет не ограничен для ВПК. Пожалуйста, давайте делать все, что можно. То есть бросаются все ресурсы на войну. Плюс к этому надо сказать, что хорошо видно, что большая группа идеологов российских, она очень активно работает на то, чтобы сформировать вот эту Z-идеологию, Z-идеологию, которая бы работала. И если учесть то обстоятельство, что весь другой фланг разгромлен, уехал, уехал, исчезли институции, то есть нет ничего, что может противостоять дальнейшему вот этому накачиванию этой Z-идеологии. Этой идеологии, которая пропагандирует войну до победного, до последнего, до последнего, войну до последнего, жертвенность, значит вот эту идею того, что патриотизм непременно связан с какой-то опорой на вот эти традиционные ценности, на то, что люди должны отказаться от всей потребительской культуры, от материального, отказаться ради чего? Ради того, чтобы погибнуть в какой-то тотальной схватке с Западом. Вот эта вся взгляд-идеология, она как часть милитаризации будет развиваться в 23-м году, несомненно. И плюс к этому, конечно, правильно все сейчас об этом много пишут, что уже сейчас мы видим, как изменилась роль таких людей, как Кадыров или Пригожин, в российском общественном ландшафте. А в 23-м году, конечно, их роль будет и дальше расти, и подобных им людей. Вот вся эта большая группа людей, которая является мотором войны, получит и очень большие шансы внутри российской внутренней политики, и жизни общества. Морозов предсказывает, следующий год будет трагический. Действительно, наступают самые мрачные времена, и это будет страшный год, и может быть, не последний такой. Все силы государства будут брошены на войну. На войну, в которой с самого начала не было никакого смысла, у которой нет ни одного рационального обоснования. Она началась не почему, просто так, как прихоть тирана, окончательно потерявшего связь с реальностью. И теперь он не может ее закончить. Хотя он уже проиграл. Это уже пятая, примерно пятая попытка Путина подчинить Украину. Самая кровавая, но столь же безрезультатная. Россию он подчинил, а Украину нет. Потому что, как оказалось, украинское общество умеет бороться за свои интересы. Это известно уже давно. Не случайно большинство украинских президентов не сидели дольше одного срока. И не случайно на Киевский Майдан против лживой и коррумпированной власти выходили несколько сотен тысяч человек. И не уходили, пока не добивались своего. А на Болотную площадь несколько десятков тысяч разошлись и с тех пор больше не собирались. Не случайно Евромайдан в 2014 году превратился в настоящее вооруженное восстание. Путин ведет две войны. Одну с Украиной, другую с Россией. Украина побеждает, а Россия уже проиграла. И не случайно на вопрос, когда появилось чувство победы, правозащитница Александра Романцова отвечает, еще тогда, в 2004, на Первом Майдане. Когда я первый раз увидела Майдан 2004 года, то есть оранжевую революцию, я увидела, как люди, которые могут, и они не рассчитывают друг на друга, как на идеальных напарников, но они сотрудничают. Вот в этом суть. Украина сейчас это одно большое НГО, некоммерческая общественная организация. Тут нет ощущения, что мы тут отсидимся и придет победа. Нет, мы сделаем победу. И вот это сделать победу, то есть когда есть люди, которые на фронте, когда есть логистическая система, состоящая из всего населения, а это 20 миллионов человек точно, учитывая там тех, кто разъехался и тех, кто не деспособен, не может включаться. Но даже если ты совсем не деспособен, ты, не знаю, ребенок 14 лет, ты можешь отправлять в телеграм-канал страшные фотографии, которые ты увидел где-то. Понимаешь? То есть каждый может что-то сделать для этой победы. Точно так же с трибуналом. Никто не ждет, что он случится. Мы сделаем трибунал. То есть вот это, поэтому это не ощущение, это не мечта, это план, это цель. Общественную жизнь Путин держит под контролем. Но экономическая трансформация России, его слабое звено, Кощеева игла. Санкции и изоляция сулят деградацию и падение. Несмотря на низкое относительно ожиданий снижения темпов роста в уходящем году, катастрофа неизбежна. Она уже идет. Надежда Метальникова о том, как начала рушиться российская экономика. Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки по сути смять нашу экономику. Через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту, рубль, и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. Вот так Владимир Путин видит экономические итоги этого года. 9 пакетов санкций, сотни миллиардов долларов замороженных резервов России за границей и уверенный курс на изоляцию. Эти результаты президент, видимо, предпочитает считать не такими уж разрушительными. Статистика по российской экономике становится все более закрытой, показатели пересматриваются, и поэтому сравнить официальные цифры с реальной жизнью становится все сложнее. К войне российская экономика, как оказалось, все же готовилась заранее. Смять ее в сжатые сроки, как выразился Путин, действительно не вышло. Санкции далеко не сразу ударили по российскому бюджету. Все из-за того, что в первую очередь они коснулись ограничений на ввоз в страну зарубежных товаров и услуг, а не наоборот. Санкции были направлены на создание финансового кризиса, валютного кризиса, банковского кризиса. И в первые две недели действительно выглядело, что это происходит. Был набег на банки, большая девальвация рубля. Но оказалось, что в условиях, когда нет экспортных санкций, когда санкции в основном сконцентрированы на импорт, то условий для банковского финансового кризиса нет. Потому что сразу получился огромный профицит торгового баланса. То есть экспорт намного превосходил импорт. И, соответственно, был профицит бюджета. И вот март, апрель, май – это было три месяца, когда были рекордные сверхэкспортные доходы от нефти. Они создали 60% дохода для бюджета. И это то, что позволило весь 22-й год российской экономики пройти вот этой огромной подушкой накопленных финансовых резервов. Опыт переживания экономических кризисов Россия накопила еще с 90-х годов. Однако тогда, даже несмотря на девальвацию рубля и дефолт, российская экономика не выпадала из мировой. Сохранялись рыночные связи и международные отношения с развитыми странами. Вставать на путь роста ВВП, безусловно, помогали нефтегазовые ресурсы и растущие на них цены в нулевые годы. За 20 лет, невзирая на кризисы 2008 и 2014 годов, российский бюджет смог научиться сберегать средства на так называемый «черный день». Однако построить какую-то новую экономическую модель в условиях войны оказалось просто невозможно. В сегодняшних реалиях ни один из прошлых сценариев адаптации больше не сработает. Мы впервые попали в ситуацию, когда мы поломали основную модель российской экономики. Вот прям вот ни много, ни мало именно это так звучит. Потому что основная модель российской экономики на протяжении уже, наверное, веков пяти, а если не больше, это была простая модель. Россия что-то вывозит в Европу, экспортирует природное сырье, а за счет этого у нее получается накопление денежных средств европейских валют, которые она тратит на покупку того, чего у нее не было. И так было всегда. Возьмите Пушкина, который объяснял, как Евгений Онегин формировал свой кабинет. Помните, за лес и сало возят нам. Вот это была классическая модель, по которой Россия жила уже много веков. И, в общем, на этой модели Россия поднималась. Она за счет этого проводила модернизацию, покупая оборудование, технологии, строила целые отрасли. И, в общем, это была модель вот такая устойчивая. Вот в этом году мы впервые эту модель поломали. И это принципиально отличие от всех прошлых кризисов, которые у нас были. Мы впервые попали в ситуацию расторжения торговых отношений с Европой, нашим основным торговым историческим партнером. И поэтому предсказать и понять, что происходит в России, становится крайне сложно. У нас нет никаких аналогов того, что сейчас будет происходить. В ход пошли новые способы. Например, Фонд национального благосостояния когда-то задумывался в России как один из механизмов пенсионного обеспечения. К февралю 2022 года в нем лежало уже больше 13 триллионов рублей. С начала войны в Украине стало хорошо видно, как деньги из ФНБ используются теперь для удержания экономики на плаву. Правительство направит на поддержку фондового рынка 1 триллион рублей из ФНБ. Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта. Минфин сообщил о планах докапитализации Газпромбанка, РЖД и Аэрофлота из ФНБ. Дефицит бюджета в триллион рублей покроют за счет ФНБ. В 2022 году уже никто всерьез не говорил о каких-то нацпроектах, экономическом развитии или иностранных инвестициях. Больше 500 зарубежных компаний после начала войны ограничили свою деятельность в России или вовсе ушли. В стране официально теперь нет например таких гигантов как Кока-Кола, Икеа, Макдональдс, Тойота, Эппл и многих других. Санкции серьезно сократили импорт в Россию европейских и западных товаров. Чиновникам правительства пришлось включать режим параллельного импорта, проще говоря, завозить необходимое без разрешения правообладателя. Общая стоимость товаров, везенных в Россию по параллельному импорту за время войны уже превысила 20 миллиардов долларов, заявил глава таможенной службы. Автомобили, техника, оборудование, косметика и даже спички которые Россия теперь ввозит в страну окольными путями. Эффект от такой меры вполне ожидаемый. Обычным потребителям приходится тратить больше денег, учитывая, что доходы российского населения и без войны не растут последние 8 лет. Люди, которые говорят, что в России ничего не изменилось, нет никакой катастрофы, они видят, ну, как вам сказать, внешние признаки ситуации. Это понятно. Ну, ты приходишь в магазин, продукты на полках есть, в магазин заходишь, телевизоры вроде есть, даже какие-то автомобили в салоне вроде еще какие-то есть, и ты, ну, как бы видишь секущую ситуацию, ты не видишь ее в динамике. А в динамике ты должен понять, что у тебя обрушился ритейл российский, люди резко стали меньше тратить, и хотя люди говорят, да ничего не случилось, все это неправда. Мы видим, что люди физически покупают меньше продуктов питания, об этом говорят ритейлеры, у них физический объем упал, то есть в деньгах вроде как бы та же картина, потому что, ну, цены подросли, а физически люди покупают меньше продуктов питания, то есть буквально затягивает пояс, это уже не шутка, это вполне реальная ситуация, и третий квартал этого года российские ритейлеры назвали худшим в истории российского ритейла. Российское правительство пытается отвлечь население от войны и продолжает профессионально выполнять индексации зарплаты пенсий для галочки. Ведь признаться, что огромное количество денег уходит не на медицину, образование или строительство, а на войну, грозит ростом социального недовольства и осуждения так называемой СВО. Путин под конец года поручает кабинету министров придумать, как проиндексировать зарплаты бюджетникам не ниже средних темпов в экономике. Правда, что такое средние темпы в воюющей стране, он, конечно, не уточнил. Зато пенсионерам, одной из главных групп в вопросе показательной заботы государства о людях, цифру прибавки все-таки назвали. При официальном уровне инфляции в России выше 10%, пенсии в следующем году добавят лишь 4,8% и получат ее только неработающие пенсионеры. В принципе, можно было бы, наверное, и немножечко побольше проиндексировать пенсионерам их пенсии. Это не такие большие суммы, но тогда, по крайней мере, они бы, власти, которые бы это сделали, они бы как-то попытались убедить людей, тех же пенсионеров, что все честно, потому что пожилые люди, знаете, их обмануть довольно сложно, если речь идет об экошеке. Они же каждый день будут в магазине, они же споставляют цены со своими пенсиями. Поэтому я бы считал, что вот то, что делается и то, что будет, видимо, в 2023 году делаться примерно по этой же схеме, это явно недостаточно. Ну, просто явно недостаточно и даже при внешней финансовой ситуации такой очень сложной и неоднозначной вполне можно было бы пенсионерам бы и немножечко побольше сделать эту индексацию. Торжение в Украину, мобилизация и усиление репрессий против общества спровоцировали массовый отъезд российских граждан за границу. Проще говоря, первое, что случилось после начала войны, Россия начала терять человеческий капитал. Посчитать точно, сколько людей бежали в другие страны именно из-за войны, невозможно. Этой статистикой Федеральная служба безопасности не делится, да и истинные цели поездки эмигранты предпочитают не обсуждать с пограничными службами. Массовая потеря человеческого капитала грозит российской экономике проблемами на рынке труда, сокращением потребительского спроса и снижением конкурентоспособности из-за утечки мозгов. Кроме того, россияне активно вывозили с собой деньги, даже несмотря на ограничения. По подсчетам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, до начала 2022 года на счетах в иностранных банках россияне хранили около 30 миллиардов долларов. Уже к сентябрю эта сумма выросла вдвое, до 66 миллиардов долларов. То, что действительно не подлежит совершенно никакому восстановлению, я считаю главными катастрофическими новостями 2022 года с точки зрения именно российской экономики. Это мобилизация, призыв судя по всему сотен тысяч молодых людей и отток еще многих сотен тысяч. Судя по всему, это отток порядка миллиона человек из России. Это то, что действительно в долгосрочной перспективе невосполнимо и будет влиять на российскую экономику долго после того, как мы забудем про Путина. Он перестанет быть президентом и война закончится. Это то, что будет, конечно, влиять многие годы. Это влияет сильно на демографическую структуру. впоследствии этого и на экономику, и на всякие социальные процессы наблюдается часто 5-10 лет спустя таких шоковых событий. Когда мы говорим о перспективе в 5 или 10 лет, то вымывание самой производительной категории молодых людей от 20 до 40 лет, это влияет на производственные возможности экономики очень сильно. И это то, что как раз будет ограничивать рост намного сильнее, чем отсутствие инвестиций, капиталов и так далее. Деньги на закупку оружия для уничтожения Украины у российского бюджета были и остаются, в первую очередь благодаря нефтегазовому экспорту. Против России уже действует несколько пакетов санкций, которые касаются ее ресурсов. Европа взяла курс на полный отказ от российского газа в течение нескольких лет и запретила импорт нефти по морю, а США в принципе отказались ее покупать. В конце года Евросоюз даже согласовал потолок цен на российскую нефть. Но этих мер все равно недостаточно для того, чтобы в момент можно было обрушить все устройства финансовой системы страны. Ведь у России находятся новые покупатели на востоке, а биржевые цены на сырье остаются в несколько раз выше себестоимости добычи. Чем больше хаоса, тем выше цена на нефть, тем выше экспортные доходы России. И вот первые месяцы войны это приводит к такому положительному эффекту обратной связи, когда кажется, что экономика из-за этого укрепляется, экспортные доходы растут, это делает вклад в выпуск, в производство, в бюджет, и как будто бы война выгодна получается экономически и финансово. Ну, конечно, это такой очень близорукий подход, потому что это действительно сверхдоходы были в марте, апреле и мае месяце, но очевидно, что в долгосрочной перспективе речь идет о долгосрочном снижении доходов в связи с потерей экспортных рынков. А основным покупателем российской нефти стала Индия. И вот, несмотря на все санкции, скидки, дискаунты на российскую нефть, по-прежнему Россия до недавнего времени получала 67 долларов за баррель в среднем, что намного выше, скажем, цены, заложены в бюджет или средние цены за 2021 год. И в этом смысле 2022 год оказался в целом все равно годом очень высоких доходов. В 2023 году естественно будет давление и на цену, и на объемы продаж. Вот в этом смысле санкции, которые вступают в силу в феврале, они, возможно, снизят объемы продаж переработанной нефти и нефтепродуктов. Это то, что сложнее перенаправлять в другие страны. Среди кадров, обеспечивающих работу экономики в войну, никаких изменений не произошло. Все на своих местах. Эльвира Набиулина пытается удержать финансовую систему от полного краха, а Антон Силуанов продолжает изыскивать деньги в бюджет. Санкции против госбанков не напугали их руководителей. Разве что курс на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта стали для главы Сбера Германа Грефа теперь просто красивыми словами. Перестановки, кажется, коснулись только одного из давних соратников Путина Алексея Кудрина, которого из счетной палаты отправили следить за работой о государственного Яндекса. Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо, а там, где было и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее, не требуют этого, нам этого просто не нужно. Бюджет стал дефицитным, все говорят, да у нас все ничего не изменилось, ничего подобного. В прошлом году и предыдущие три года бюджет России был профицитным, доходов было больше, чем расходов, оставался остаток, а вот в этом году бюджет стал дефицитным, нам не хватает денег, и утвержден бюджет на 23, 24, 25, он весь дефицитный. И суммарный дефицит там, ну как минимум 8 триллионов, а реально, конечно, он будет существенно больше, я думаю, что больше 10 триллионов. И это дыра, которую надо чем-то заливать, чем-то затыкать, чем-то конопатить. И это значит, что государственные финансы России, они рухнули, они треснули, их нужно срочно латать, и Минфин уже встал на очень такую нехорошую дорогу, он тратит ФНБ, и мы встали на путь заимствования, мы наращиваем государственный долг, даже по данным самого Минфина за три года предстоящий госдолг вырастет на 43%, станет уже совсем немаленьким и будет уже составлять все большую долю в расходах государства, потому что его обслуживать становится все дороже. То есть мы встали на путь разрушения государственных финансов. А у меня в эфире известный писатель, российский писатель Дмитрий Голуховский. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Дмитрий, ну вот мы пытаемся подвести итоги этого страшного года, итоги тоже какое-то странное слово, как-то тоже не очень его, даже его не очень получается уложить в голове. Понятно, что мы все находимся в этой, это новая жизнь, новая реальность, новая, все война, все изменила абсолютно. И мой первый вопрос, он на самом деле такой, вот за эти, за этот, ну это не год получается, 10 месяцев, что идет эта война, вы что-то поняли, узнали для себя новое про Россию, про российское общество, про Россию как страну? Вы знаете, ну во-первых, удивительно, конечно, оказалось, наверное, еще с ковида это осознание стало приходить, но сейчас оно настигло меня окончательно, что смерть, массовая смерть как явление совершенно беспроблемно и бесхлопотно вернулась в наши жизни, и мы с ней смирились с вероятностью собственной гибели и с потерей близких с такой же легкостью, как будто мы действительно находимся сейчас, ровно как в фантазиях Путина и его окружения, где-то в середине 20 века. И та легкость, с которой мы приняли возможность, как бы право государства требовать от нас умереть и от соседей наших умереть, вот эта вот легкость эпохи модерна, с которой государство Левиафан может швырять горстями, тысячами, десятками тысяч своих подданных в пасть смерти, сжирать их, вот это удивительно, и что главные люди к этому отнеслись как к чему-то само собой разумеющемуся и, в общем, давно ожидаемому. Это первое открытие. Насколько легко оказалось вернуть нас в состояние душ, умов и настроения полувековой давности. Потому что война в Афганистане, чеченская война, все они вызывали гораздо больше сопротивления, неприятия в обществе. А сейчас все это происходит при удивительном, шокирующем даже общественном попустительстве. Понятное дело, что... Даже не полувековой давности, а даже еще глубже. Семидесятилетней давности. Семидесятилетней давности. Со Второй мировой войны, прожив ужасы Второй мировой, Великой Отечественной, было такое ощущение, что элиты, правящие бюрократии, условно говоря, и народ пришли к консенсусу, что такого больше повториться не должно. И прежде всего уровня такого чудовищного, невообразимого человеческих жертв. То есть нельзя собственными жизнями платить за какие-то внешнеполитические или внутреполитические цели. И репрессии, в принципе, сошли на нет практически. И военных внешнеполитических авантюр больше не было. И вдруг сейчас выяснилось, что можно взять и все это совершенно дезавуировать, будет играть назад, и люди с этим готовы будут смириться. Вот это смирение с возможностью просто взять и ни за что, за очевидно совершенно какой-то вымышленный повод пойти голову свой сложить, только потому, что пришла повестка, ну как я буду, и по телевизору говорили. То есть очевидно совершенно, что это не искренние какие-то цели. Это не оборона отечества, не защита его от полчищ врагов. Это война, которую никто не ждал, и хотя вроде бы как к ней, может быть, нас и готовили, но тем не менее все относились к этому как к каким-то постмодернистским играм. И вдруг постмодерн превратился в модерн именно ценой невероятной крови и украинской, и нашей собственной, которой чьи-то прихоти и фантазии великодержавные должны вдруг оказались быть оплачены. Это первое открытие. И второе открытие, за которым очень интересно было наблюдать это механизм общественного конформизма. Как люди, которые, разумеется, повторюсь, войны этой ни в коем случае не хотели, и мы помним то состояние ужаса и шока, которое вызвало у всех, без исключения слоев населения, война, как люди, не будучи готовыми оставить пределы зоны своей комфорта, или будучи напуганы последствиями возможного сопротивления системе. Для большинства людей все-таки, поскольку вопрос сопротивления не стоял, речь скорее шла о том, чтобы остаться в пределах зоны комфорта, в пределах источника дохода, в пределах привычного уклада жизни, ничего не менять. И убеждая себя, исходя из того, что зону комфорта покидать необходимости или желания не было, люди принялись убеждать себя в том, что новые правила идеологической игры, которые им предлагались, они справедливы, они допустимы, начали убеждать себя в том, что все не так однозначно. Мне кажется, что вот пропаганда здесь не столько даже делала усилия, чтобы убедить в чем-то людей, сколько обозначала необходимое теперь максимуме, то, во что следует верить. А люди дальше убеждали себя уже в ее правоте сами. Самую трудную работу по убеждению себя проводили над собой сами наши граждане, сограждане. они объясняли себе, почему теперь действительно логично, правильно, справедливо, разумно верить в казавшиеся вчера еще совершенно недопустимые людоедские установки. Почему сегодня, ну, по крайней мере, с этим не стоит спорить. Почему, по крайней мере, какой-то резон в этом можно найти. Почему точно это не является разрушением этических рамок, которые еще вчера казались универсальными. конформизм как приспособление. То есть, мы знали, что это существует, мы читали про это и помнили, сохранили воспоминания с советских лет, но все-таки в позднем Советском Союзе требования были, формальные требования были идеалистическими. Они не были, ну, настолько людоедскими, средневековыми, мракобесными, да, никого не требовалось в позднем Советском Союзе ненавидеть, никого не требовалось в позднем Советском Союзе убивать. Все были за мир. Все были за мир. Никого не расчеловечивали, не доказывали, что кто-то равен бесам, сатане, шайтанам должен быть непременно истреблен. Этого вообще, начиная, наверное, с Хрущева, не было в нашей риторике, не появлялось просто. Ну, на самом деле, при Брежневе, при таком тяжелом Брежневе, на самом деле, актуализировались тоже сталинские установки. Если посмотреть, там, почитать прессу, посмотреть на эти карикатуры в «Крокодиле» или еще что-то, то этот образ врага, конечно, тоже, ну, он был. Он, возможно, был, но это не было призывом к истреблению никогда. То есть мы все равно позиционировали себя как сторону добра, мы противопоставляли именно свое миролюбие. Разумеется, это не практиковалось, да, ну, то есть, понятное дело, что было и советское, значит, вторжение операций в Афганистане и другие там ограниченные участия советского контингента войск, допустим, в Корее или в Вьетнаме, там наши советники принимали участие или в Анголе, но тем не менее никогда не требовалось от населения проповедовать, исповедовать эти вот, ну, такие достаточно людоедские максимумы, ненависть, тем более ненависть к, казалось бы, самому близкому из наших народов. Современно, как бы, сопротивление. Ну, вот, на самом деле, социологи, конечно, говорят, что пропаганда, она сама всю работу не может проделать за общество, она только, она только актуализирует установки, которые, как так или иначе, живут внутри общественного сознания. В этом смысле это похоже. Но вот это людоедство и готовность, с одной стороны, людоедство, с другой стороны, готовность идти на смерть, тут, наверное, есть о чем, в принципе, спорить. Я могу себе представить, что, ну, вот, обыватель российский, он, на самом деле, в голове своей реагирует иначе. Он мыслит, он мыслит так, он как бы, он выживает, ему тяжело, он просто перекладывает в себя ответственность, он, у него нет ненависти внутри, он, ему, и властям виднее, ему Путин, он Путин лучше знает, как надо. Ну, надо, значит, надо. И вот эта покорность, она вырастает, конформист, конформизм вырастает, это не людоедство само по себе, по крайней мере, если мы говорим про какую-то такую вот, ну, но меня поражает другое, когда я смотрю, как, как пропаганда топчет ногами, буквально, вот, значит, карту Украины, которую бомбят в этот, в этот самый момент, и как, и наслаждается тем, как бомбят города, и как люди не могут себя, получается, отождествить с такими же людьми в Киеве, Харькове, Одессе и так далее, это же они же, это же такие же люди, которые без света и воды живут, вот как это происходит в головах, я не могу понять. у меня нет ощущения, что за исключением достаточно незначительного, бесноватого меньшинства, допустим, измеряемого, там, 10-15 процентами, вот эти каннибальские призывы, и все это вот, ну, такой фашизм, в таком, да, бесноватого гагатания пропагандистов находят искренний отклик среди людей. Я абсолютно согласен с той оценкой, что люди заняты, в первую очередь, выживанием, и что их внешняя поддержка всей этой воинственной риторики, она, в общем, по большому счету, исключительно демонстративная, да, и недавно же были опубликованы, собственно, Министерством обороны цифры, гласящие, что за все время добровольцами на украинский фронт были, значит, отправлены только 20 тысяч человек. То есть, несмотря на невероятные усилия пропаганды, и которая 8 часов в день вещает, полностью заместив собой информационное, развлекательное, образовательное вещание на всех федеральных каналах, несмотря на очень щедрые премии, которые до начала мобилизации составляли там 300 тысяч рублей, беспрецедентные, невероятные деньги для российской глубинки, все, что им удалось наскрести, это 20 тысяч, ну, не считая, конечно, освобожденных уголовников, заключенных, 20 тысяч человек. Это говорит о том, что, в принципе, вот эта титаническая работа по смене, акцент работы с населением, с оскотиниванием на озверение, она довольно трудно идет. Русский народ ввергается в фашизм с огромным нежеланием и инерцией, не хочет, в общем, готов при необходимости, когда ему звонят из ФСО с социальным, социологическим опросом, изобразить поддержку партии правительства, но жизнью своей подтвердить, подкрепить вот эту вот поддержку совершенно не готов. Люди привыкли взаимодействовать с государством таким образом, что они имитируют поддержку, просто чтобы от них отстали сейчас, чтобы у них была возможность жить собственными жизнями. Повторюсь, при том, что усилия предпринимаемой пропагандой достаточно талантливые и разноплановые, и вообще смена полной дискурса с дискурса нормального человеческого общества, движущегося куда-то по пути развития, дискурсу общества все более упрощенного, средневекового, нетерпимого конакомыслию и зиждящегося на каком-то и духовном, и политическом фундаментализме повсеместно. То есть, я не знаю, открываешь заголовки новостей, допустим, хотя бы какой-нибудь Яндекса, да, и обращали вы внимание или нет, удивительная какая-то... Что не так просто уже, кстати. Ну да, но имеется... Открыть непросто, но если хочешь, можешь это сделать. И какие-нибудь там ресурсы, типа газета Ру или АИФ, Самойская правда. Удивительная примитивизация, во-первых, изголовка и текста. Там эксперт Петров, писатель Сидоров, политик Иванов, какие-то... Кореи так называют, вот директор Бонг, там и так далее, там режиссер Си, там и так далее. Но у нас откуда-то взялась суперпримитивная форма подачи новостей. Вот эти мнения, они полностью заменили факты, поскольку факты очень для власти нежелательные, неприятные. Мнения каких-то частных лиц, которых вчера еще не было видно на горизонте, и которые очень с легкостью большой машут шашками, значит, клянутся в ней, значит, то, что завтра Америка будет уничтожена, Украина развалится на куски, и все вот эти вот их частные мнения, этих каких-то полнесуществующих троглодитов подменяют собой для российского пользователя интернета полностью информационную картину. И интонация, в которой выдержаны это все инфополе, оно тоже такое в терминах унижения оттоптались, высмеяли, жестко ответили, все какие-то этические координаты подворотни в лучшем случае может быть даже зоны. И все это на самом деле не может не отравлять сознание людей. И это повсеместно. То есть то, что происходит в телевизоре, это происходит в телевизоре. Для интернета вот выработан этот полууголовный какой-то, полудворовый язык, опять же повторюсь, в котором места фактом нету, а есть место мнением, где ценность мнения самых каких-то бессмысленных и бессодержательных идиотов приравнивается, лояльных, разумеется, власти, приравнивается к ценности факта. И все это, безусловно, приводит к примитивизации и озлоблению и упрощению общественного сознания. И важная, важнейшая, пожалуй, эмоция, которая сейчас доминирует в этом информационном поле, и мне как журналисту это интересно, и как автору, это эмоция унижения и отмщения за унижение. То есть, с одной стороны, в народе культивируется ощущение униженности, с другой стороны, ему продается возможность за это унижение на ком-то отыграться. При этом люди, как будто бы не понимают, что главное, это унижает их. Известная российская поговорка, русская, уничижение пачи гордости. Вот, но, то есть, при этом, ни в коем случае не дает людям как бы задуматься о том, что в первую очередь унижают их не НАТО, не американцы, да и не украинцы, а собственная власть, которая их не звела до категории окончательно уже из-за налогов платить. Понятно, что избирателем они давно уже наши люди не являются. ну, сначала они были новой нефтью, а сейчас они становятся пушечным мясом. Причем пушечным мясом совершенно в том же понимании, в котором они были там, в первую, вторую мировую войну, поскольку война с Украиной оказалась войной, в очень большой степени артиллерийской, вот оказывается, что дефицит пушечного мяса наблюдается на фронтах ровно такой же, какой он был во время Первой мировой. То есть точно так же надо людьми живыми затыкать бреши в обороне, а то, что гибнут они от артиллерийского огня, в том числе и мобилизованные люди иногда никакого противника даже не увидев, видимо, считается нормой. Вот есть еще одна вещь, которую я не понимаю, может быть, вы, интересно, как понимаете вы, как это происходит. Ну, когда мы опять, если говорить про обывателя, можно даже понять, что на самом деле люди очень много чего не знают, но живут в этом пропагандистском пузыре, кроме того, эта каша в голове, вот эта вот атмосфера конформистской перекладывания ответственности и так далее, и это все как бы избавляет от необходимости думать о том, что вообще стоит за этими телекадрами, о том, как, ну, а вот мы сейчас им еще там в Киеве покажем, вот они придут и попросят то, что нужно, то, что вот, собственно, каждый день теперь демонстрируется. Ну, можно попробовать понять, как эта схема работает в головах, хотя непросто, но можно попробовать. Но есть люди, есть элита, элиты, как принято говорить, люди успешные, люди состоявшиеся, люди, которые, которые, которые прекрасно понимают, что происходит, которые знают на самую реальную картину, в этом, ну, очень мало сомнений, как они уже 10 месяцев живут вот в этом состоянии причастности к, ну, к реально, к вот, к такому, ну, вот, как гитлеровская Германия напала на Советский Союз, происходит ровно то же самое. Слушайте, ну, я думаю, что, повторюсь, здесь самое важное, это нежелание покидать зону комфорта, источники дохода, и еще относительное ощущение налаженности быта, да, которое действительно становится менее комфортным, но люди сравнивают это всегда с какой-то альтернативой, они говорят, ну, хорошо, вот я сейчас там продам бизнес или отдам там и уеду, ну, какая будет у меня жизнь, а здесь вроде на самом деле просто одна просадочка случилась, другая просадочка случилась, потом как-то весь этот, значит, плоский мир на краю панциря черепахи сбалансировался, и вроде бы дальше опять в бездну не падает, и, ну, вот оказалось, что можно и так жить, и источник дохода в других странах найти себе, найти не так просто, значит, уезжать в никуда возможности нет, протестовать, ну, власть всячески дает понять, что за протест, в особенности представители элит деловых и политических будут наказаны с особенным остервенением, люди даже, мне кажется, до, может быть, и суда-то не дойдут, а просто поскользнуться где-нибудь на гололеде или там сосулька на голову упадет, мало ли что может произойти при нынешнем уровне развития спецслужбы коммунального хозяйства, вот, или человек там за дверную ручку неудачно возьмется, да, и потом раз закашлялся и все, упоминая, как звали, ну, в общем, все, бывает, такое люди, как бы, в особенности к элитам себя относящие, знают о том, что такое бывает, гораздо большей степени их это касается, чем даже оппозиционных активистов, не говоря уже о простых людях, ну, и они думают, как бы, зачем, ну, в общем, как бы, от меня вроде пока ничего не требуется, да, повторяюсь, главный, ну, то есть, тем можно потерпеть, подождать, приноровиться, конечно, это вызывает серьезные проблемы с собственной совестью, потому что все, что сейчас от лица русского человека делается русской властью, вступает в полное противоречие с элементарным воспитанием детским, которое каждый из нас получал, убивать людей нехорошо, воевать нехорошо, нападать на других людей нехорошо, радоваться, радоваться мучениям людей нехорошо, очень нехорошо, да, тут и дети гибнут, дома разрушаются, вся страна находится в состоянии гуманитарной катастрофы, выживают каким-то чудом, несмотря на морозы, мы им целенаправленно уничтожаем всю эту энергетическую инфраструктуру, то есть, ведем себя просто как каннибалы, как средневековые какие-то, или даже, может быть, дикари досредневековые. Как это себе объяснить? Ну, можно это игнорировать, говорить, но я к этому отношению в общем не имею, меня не спросили, я это не поддерживаю, но что жизнь-то продолжается, потому что у меня в театре теперь больше не ходить, да, но это, тем не менее, вызывает некоторый диссонанс, и люди в элитах очень ищут объяснение себе, почему они никаким образом с этим не спорят и не сопротивляются. И, как и было сказано ранее, главная работа должна пройти в сознании, в душе того человека, который объясняет себе, почему он пределы зоны комфорта не покидает. Ему нужно найти доказательства того, что все не так однозначно, потому что, если все не так однозначно, есть хотя бы какой-то повод усомниться в святости Зеленского или в жестокости Путина, сказать, что здесь не мы и не Украина, а некие третьи высшие силы, которые нас заманили, да, мы попали в ловушку, это третья мировая, это война с американцами, где мы уже сами как бы жертвы, понимаете, мы не агрессоры, мы обороняемся, возможно, может пожалеть себя, это тебя не делает активным участником событий, но это снимает себя непосредственно ответственность за отсутствие протеста или спора, или хотя бы пассивного сопротивления в виде отъезда, потому что ты не готов на самом деле на это, потому что главнее для тебя остаться с своим заработком, в своей зоне понятной комфорта и в своей системе координат, где ты разбираешься, не менять жизнь. В первую очередь инертность, а дальше ты себе уже начинаешь, ты ищешь судорожно любой, хватаешь за любой аргумент, который позволит тебе доказать, что твоя позиция не аморальна, потому что ты не хочешь себя чувствовать аморальным человеком и не хочешь себя одновременно ощущать трусом, который просто находит, ну, то есть смотреть в правде в глаза и сказать, да, я просто трус, я нахожусь в этой ситуации и не имею сил ее поменять, потому что я маленький и жалкий. Нет, человек хочет ощущать себя, в целом добра, ну или по крайней мере делегировать ответственность за решение моральных вопросов на какие-то другие уровни, потому что в его жизни он не оперирует критериями добра и зла. Вот я еще живу своей маленькой жизнью, там наверху какие-то, значит, все засранцы. То есть вот даже от людей уехавших или уезжающих, недавно покинувших пределы родины, часто слышишь максимум такое, что засранцы все, хороших нет, ну да, допустим у нас, но посмотрите и на них. Это как будто избавляет тебя от необходимости принимать сторону. Потому что если ты принял сторону, даже дистанционно, даже уехав, даже между собой и семьей, и соседями, ты как бы уже вошел в состояние конфликта с властью. А власть страшная. То есть может быть она с чужими солдатами воюет не очень эффективно, хотя с гражданским населением очень эффективно с чужим воюет. Но с нашими-то она расправится завсегда. Найдет, раздавит, унизит, растопчет, выкинет на помойку, сломает хребет и следов не найти. И она всячески об этом напоминает, что, ребят, вы как бы помните, что Воронеж, мы отбомбим на ура. Может быть, до Киева не доберемся, но до Воронежа доберемся всегда. Я, кстати, не то, чтобы требую, чтобы любой успешный человек уехал из России, иначе он занимает какую-то аморальную позицию, совершенно не так. Я понимаю и знаю, что очень многие люди мучаются тем, что происходит, но я вижу, что и многие люди при этом с этим достаточно легко сживаются. Это вызывает удивление, потому что, ну как, вы же видите, вы же не можете не понимать. Я скорее это имею в виду, а не то, что там, если ты находишься в России, то ты, значит, ну вот заведомо в аморальном положении. Нет, ну, слушайте, от абсолютного большинства населения не стоит вообще, мне кажется, ждать и требовать от них какой-то активной позиции. Люди занимаются просто своим выживанием. То, что они не идут добровольцами на войну, за это им уже большое спасибо. То, что они не, ну как бы притворяются, что пропаганде верят, но на самом деле в своей жизни руководствуют с обычными человеческими представлениями о добре и зле, за это им большое спасибо. Просто хочется еще раз в пользу случаем сказать всем колеблющимся, что вы не должны себя убеждать в правоте пропаганды. Просто не делайте этого. Если вы не имеете сил сейчас ей сопротивляться, да и момент может быть такой, что выйдешь на улицу, просто, ну там, потеряешь свободу, да. Но очень важно в этой ситуации хотя бы сохранить себя и свои представления о том, что происходит совершенно недопустимое и ужасно, что это творится, как будто бы от вашего лица тоже. И не содействовать этому по мере сил. Однозначно. То есть надо стараться каким-то образом загладить ущерб, чудовищную несправедливость, которую мы причиняем как народ украинскому народу. жить в сознании того, что ну может быть вины вашей в этом нет, но какая-то ответственность, мера ответственности на вас лежит. И возможно, если от вашего имени творится эта чудовищная несправедливость, эта катастрофа, то в мере вашей ответственности каким-то образом сейчас или позже пытаться этот ущерб, это зло залечить. Самое главное, не надо просто, чтобы не ощущать себя трусом или объяснять себе почему ты ничего не делаешь, говорить себе, что ну в этом что-то в общем-то и есть. Вот это все не так однозначно, а разумеется, здесь делать все гораздо более однозначно. Не вставайте на сторону зла, помните, где добро и где зло. Гораздо лучше, мне кажется, и вернее осознавать себя просто человеком, неспособным что-то поменять, чем для преодоления злодиссонанса убедить себя в порвоте зла. Вот этот ваш призыв, он меня, кстати, подводит моему следующему вопросу. Те, кто уехал, которые находятся ну вне зоны риска, да, и большей свободы личной, это очевидно, они что могут и должны делать в этой ситуации? Особенно люди с каким-то авторитетом, с именами. Понятно, что вся эта система деформирована морального авторитетства в принципе в стране, но тем не менее есть люди, к которым люди прислушиваются, есть те, кого слушают, за кем, ну не идут, но так или иначе смотрят. Есть ли у них какой-то ответственность и долг в связи с тем, что происходит? Ну я поясню, например, я думал, ждал, что когда началась мобилизация, выйдут люди, у которых есть голос, у которых есть миллионы, миллионные аудитории, скажут, не идите на фронт, ни в коем случае не берите повестки, но не могу сказать, что услышал этот громкий голос, хотя, может быть, я и не расслышал его, но тем не менее. Мне кажется, что люди живут в страхе, вот, и... Те, кто уехал, тоже. Те, кто уехал, тоже, потому что у них остается в России семьи, интересы, не у всех там проданы квартиры и так далее. То есть, они не полностью порвали свои взаимоотношения. Те, на кого не заведены уголовные дела, знают, что уголовные дела могут быть на них с легкостью заведены, и тогда больше они на родину поехать не смогут никогда. И это их сдерживает, конечно же, от того, чтобы какую-то четкую позицию занимать. Опять же, люди, выбирая между соображениями морали и реальными интересами, среди которых на первом месте находится, наверное, интерес, собственно, безопасности, делают понятный, обычный, обыденный человеческий выбор. И можно считать его малодушным, но при этом вот мы выясняем, что жизнь реально отличается от сказок о пионерах-героях, которыми нас подчиняли в юности. Люди себя ведут в действительности не так, как в героической литературе. Да, стоит ли из-за этого сильно переживать, но, очевидно, это открытие, которое наше поколение в очередной раз после всех предыдущих поколений для себя сделало. Люди, которые ощущают себя в ответе за происходящее и в той или иной степени либо пренебрегают соображениями безопасности, либо считают, что мораль важнее, да мне кажется, что должны использовать свой ресурс для того, чтобы хотя бы о базовых моральных вещах своей какой-то аудитории напоминать. просто для того, чтобы аудитория их не начала в какой-то момент под воздействием, под давлением пропаганды сомневаться в том, что вещи, казавшие им всегда этого очевидны, и вдруг очевидно, мы быть перестали. Надо просто напоминать, что это творится безусловное зло. И вы ни в коем случае зло насколько возможно поддерживать не должны. И, разумеется, зло, ну, то есть, оно может быть не очень обаятельно, но поскольку оно активно пользуется насилием и уже сейчас перешло к умерчвлению людей, как причем лояльных, так и нелояльных, конечно же, это все нас совершенно в другой контекст ставит. И способность зла ломать человеческие жизни и убивать без каких-либо колебаний делает любые его доктрины гораздо более убедительными. Но когда ты понимаешь, что если ты сейчас не зиганешь, что ты отправишься на костер в следующем, ты, наверное, гораздо больше шансов есть у тебя, что ты зиганешь. Если у тебя личных каких-то обстоятельств нет, которые никак не делают для тебя это возможно, да, обычный человек, наверное, ну, попытается спрятаться, но если его чудовище там выдернет из-под коряги, возьмет на ладони, скажет, ну, а ты что? Обычный человек, наверное, скажет, ну, я как бы, а я как все, а что я? И действительно то, что тот ощущение, что у него как все, он как все, его, опять же, позволяет себя не особенно злым, не особенно неправедным, не особенно плохим ощутить. Он здесь следует телодвижениям большинства. И именно поэтому как бы чудовищу важно имитировать поддержку большинства, чтобы люди, за него выступающие, чувствовали просто себя следующими социальным нормам. Если социальные нормы сегодня кушать соседей, ну, а что делать? Ну, все кушают соседей, и я кушал соседей в это время, скажет такой человек. Я напоминаю, мы про уехавших людей говорим, вопрос был про них. Извините, занесло, да, чуть-чуть. А что касается уехавших людей, ну, огромное, просто как бы, вот это, вы знаете, как я, как и все остальные, в этом году много очень осмысливал, ну, то, что происходит, и у себя внутрь заглядывал, и разговаривал с теми, кто остался, с теми, кто эмигрировал, или думает, что еще не эмигрировал, он просто там временно куда-то уехал. Это все, ну, мы же в первый раз в нашем поколении все эти вещи проживаем, понимаете, и они, оказывается, повторюсь, не такими, как мы себе представляли. Конечно же, люди, которые находятся вне досягаемости прямой Левиафана, они обладают гораздо большей степенью личной свободы, и они гораздо большей степенью избавлены от страха. Все, кто живет там, даже если притворяется, что искренне все это поддерживают, на самом деле, разумеется, все равно существует в системе координат, там, страх, ужас, там, конформизм, пассивность, и пассионарность даже в очень большой степени продиктована тем, что ты понимаешь, какая альтернатива у тебя, вот, всегда имеешь это в виду. Они могут, как бы, ну, и должны, мне кажется, стать, ну, таким, то, что называется, по-английски, think tank, мыслящий аквариум, это и мыслящий танк, такой лабораторий, наверное, в которой русская мысль, прошу прощения за цитату исторических примеров, имеет возможность все еще, в данном случае, оказавшись не зашоренной, существовать и осмысливать происходящее в России. Через какое-то время, конечно, точно так же, как русская миграция в 2020-х годах, стоит ожидать, что миграция нынешней оторвется от реалий, и ее опыты, размышления перестанут быть актуальными, релевантными тому, что в России будет происходить. Но на данном момент, на данном этапе, в данный момент, пока все еще непонятно, сколько там все продержится, потому что варваризация и деградация и политического режима, и экономики происходит стремительно. Очень важно, мне кажется, во-первых, избавиться от неизбежного в случае иммигрантов друг к другу подозрения, это преодолеть, консолидироваться и вести честную, открытую дискуссию, в том числе и с точки зрения совести, и с точки зрения поддержания отношений со всем внешним миром, и с точки зрения поддержания взаимоотношений с Украиной и с украинским народом. Потому что от людей, оставшихся в Российской Федерации, этого будет возможно ждать все меньше и меньше. И люди, ну просто находясь под давлением страха и репрессий, им будет все сложнее оставаться верными себе, понимаете? И они все больше будут испытывать искушение и соблазн себя переубедить. И, наверное, когда там режим рухнет или наш глаз спадет, они скажут, ну да, конечно, это все, мы там тогда, как все, нам пришлось, а мы что? Или мы там как помутнение какое-то нашло, что? Не понимаем. Кто-то из тех, кого уже успеют замазать кровью, будут, наверное, гораздо более принципиальными сторонниками режима, и апологетами этой войны. А люди, которым удалось каким-то образом все-таки под корягой пересидеть, скажут, что просто, ну, не знали, не видели, не понимали. Тем не менее, люди, сейчас находящиеся в недосягаемости режима, ответственны и за залечивание ран, нанесенных украинскому народу, и за осмысление той травмы, которая происходит в том числе с Россией, и за выкристаллизовывание смыслов нового послеимперского государства, которым Россия должна стать в новом столетии, или она перестанет существовать. Ну вот, и про это тоже спрашиваю. Но сначала, вот когда мы говорим зло и левиафан, может быть, уже пора от метафор переходить к более конкретным определениям и просто говорить, что зло сегодня это российская власть, и все те, кто должен оказаться в результате на скамье подсудимых по обвинениям в военных преступлениях и в развязывании беспричинной агрессивной войны. Наверное, так уже можно ставить вопрос и, соответственно, обращаться с вами. Нет, конечно, ну да, разумеется, нет, но это вопрос, наверное, к журналистам, может быть, да, я пользуюсь терминологией. Нет, нет, как писать, тем более, как писатель, тем более, как писатель, имейте право, конечно. Патрушева там и так далее, да, то есть, разумеется, все эти люди сидят в Совете Безопасности, они принимали решения, и вот они, собственно, все голосовали, и все, кто голосовали, и все, кто поддерживали, и там состав, и Думы, и правительство, наверное, и Совет Федерации, все люди, которые за эту войну голосовали, и которые являются говорящими головами продолжения этой агрессии, все вот они к этому и причастны, да, я скорее здесь пытался разобраться в каком-то, ну или там привести это к какому-то метафизическому аспекту, но уголовный аспект не отменяем, конечно же. Ну вот, что касается этой постимперской, да, вы сказали, России, вот этой будущей страны, которую может быть можно построить, и которую те, кто уехал, должны будут к этому строительству иметь отношение. Возможно ли она, в принципе, вот то, с чего мы начинали, та эволюция, которую проходит сейчас страна, общество, то, к чему она оказалась готова, то состояние покорности и готовности жить внутри насилия, начала, середины, 20 века и так далее. Это той России, в которой мы жили, ее больше нет. Вот можно ли, святое место пустое не бывает, может ли на этом месте появиться другая Россия, которая, ну, которая может стать, не знаю, стать нормальной страной? Слушайте, ну, мне кажется, мы все с вами, находясь в крупных, по крайней мере, городах-миллионниках, да не только в последние годы, были свидетелями зарождения низовой, другой совершенно страны, совершенно иной культуры. И достаточно прогрессивной, и достаточно современной, и достаточно интегрированной культуру глобальную, и достаточно либеральной, и так далее. Другое дело, что государство с его архаичными представлениями о допустимом и недопустимом, несмотря на даже свою технологическую продвинутость, там, от систем слежения до госуслуг, всяких там приблуд электронного государства, оно всячески этим трендом старалось противостоять. До известной степени, мне кажется, что и события Крыма являются ответом на события Болотной площади и там Сахарова, и события нынешней войны, необходимости развязать, желание развязать, это такая компания по принудительной архаизации общества, которая на самом деле двигалась в противоположном ключе, да, то есть в известной степени вот этот мем про тыквенные латы, но тыквенные латы, понимаешь, что это вот там собой символизирует и избалованность нынешнего московского среднего креативного класса, но также это и ощущение сопричастности к каким-то там глобальным бытовым хотя бы культурным трендам, да не только бытовым, вообще культурным трендам, социальным трендам и так далее, темы, которые раньше были табуированы от новых форматов семьи до признания каких-то других гендеров с их правами, там, меньшинства, изменения климата и так далее, прогрессивная прослойка российская все больше и больше включалась в мировую повестку, а вслед за ней нормализовались эти темы и среди каких-то прилегающих к ним пластов и классов. И вообще-то, с моей точки зрения, просто дать этой России посуществовать без пристального внимания государства и спецслужб еще 20-30 лет, естественным образом эта страна превратилась бы в совершенно другую страну. Ну, как говорится, съезд он съезд, да кто же ему даст? Ну, я повторюсь, просто именно в том, что стало рождаться в настоящее живое гражданское общество, а в том, что несмотря на попытки скотинить людей при помощи федерального телевидения, появлялось в Ютьюбе с одной стороны супербюджетное, но при этом живое, интересное, альтернативное информационно-развлекательное телевидение, где была возможность и до сих пор остается возможность, несмотря ни на что, вести честный разговор по замалчивым, запрещенным темам, да и вообще по всем актуальным темам, которые для живого развивающегося общества важны. Все это говорило о том, что, в общем, общество живет и оно как, знаете, как эти вот ракообразные, какие-то карбонобразные вырастают из своего прежнего хитинового панциря, вылезают из него и растут дальше, а он вот, политический режим, это такой отмерзший, ставший тесным, закостеневший панцирь, из которого живой организм должен уже вылезти и выбраться, отбросить его, потому что панцирь этот мешает ему просто расти, да. Ну вот, этот панцирь, видите, оказался наделен, как ни странно, собственной волей, почувствовал для себя угрозу, ну и прежде всего, я думаю, боясь потерять не только власть, но и все накопленные вместе с этой властью богатства, решил нанести такой принудительный удар, прошу прощения, упредительный удар, отправив общество в положение чрезвычайщины, в военное положение, через него общество принудительно послав обратно в эпоху модерн, археизировав его, потому что в этой эпохе модерн у государства были чрезвычайные полномочия, были возможности людей хватать на улицах, бросать за стенки, бросать в мясорубку, ни с кем не консультироваться, ни перед кем не отчитываться, не сменяться, и вот, собственно, по большому счету методы как бы модерна, а риторика до модерна, это риторика архаичного традиционалистского общества с уклоном туда уже какие-то средневековые совсем истории. Но я повторюсь, мне кажется, людям это, разумеется, история вся не близка, общество у нас нетрадиционное общество. Единственное, что может его охарактеризовать, это желание под корягой всю эту очередную эпоху помешательства власти пересидеть, потом из-под коряги выбраться и снова зажить на шестисотках как ни в чем не бывало. Ну, чтобы подытожить, вот у России был шанс стать нормальной страной в девяносто первом годах, и он оказался выкинут в мусорное ведро. Будет второй? Какой-то шанс, безусловно, будет. Сможет ли Россия сохранить целостность? Мне кажется, что все действия власти и Путина, в первую очередь, они направлены на то, чтобы не дать России целостность свою в будущем сохранить. Я допускаю, что это один из его страхов, который его ведет, чтобы при нем ничего не развалилось, да, вот он «хизвач», что называется, но при этом он, ну, например, принимая в состав Российской Федерации территории, над которыми теряешь контроль, которые, значит, никто не признает в мире как твои территории, ты уже тем самым закладываешь мину замедленного действия под территориальную целостность по всем остальным регионам. Об этом говорят с конца сентября, конечно. Вот, но придет Китай, заберет Хабаровск, придет еще кто-нибудь, заберет еще что-нибудь, если ты не можешь защитить в одной точке своей территориальной целостности, то что мешает, да и каким-то мятежным республикам через какое-то время, когда деньги начнут кончаться, отваливаться, и как ты это будешь обосновывать, То есть священность, неделимость территориальной целостности Российской Федерации пропала. Ну и все, как бы, то есть в какой-то форме когда-то, наверное, то есть не обязательно жду апокалиптических событий в следующем году, но в какой-то форме, значит, я дезинтеграционные процессы вполне допускаю, и хотя их и не приветствую совершенно. Но при этом шанс есть. Шанс, безусловно, есть, и, к сожалению, повторюсь, если это будет, там, возможные гражданские войны и, и так далее, потому что население распределено у нас без учета этнической составляющей, зато с присутствием оружия массового уничтожения в разных регионах и так далее. То есть, но, но винить в этом нам стоит одного человека конкретного, Путина Владимира Владимировича, и, и также вообще свойства человеческой природы, которые 20 лет, когда человек находится во власти, он теряет совершенно сцепку с реальностью. Вот мы сейчас на примере своего народа, на примере своей отчизны продемонстрируем еще раз всему человечеству, почему так важно сменять людей у руля и укормил власти до того, как они больше 10 лет на троне просидели. Потому что, видимо, изменение, затрагивающая личность, необратимо происходит с любым человеком, неконтролируемым, неконтролируемым, находящийся в власти больше 10 лет. Спасибо большое писатель Дмитрий Голуховский со своим анализом того, что стало с российским обществом, что позволило ему, дало ему, вовлекло его так легко в эту страшную войну и есть ли у России шанс в будущем. Вот такие получились итоги года. Это была программа «И так далее на дожде». Меня зовут Михаил Фишман. Напомню вам, что телеканалу «Дождь» нужна ваша поддержка. Ставьте лайки, распространяйте эфиры, помогайте нам расширять аудиторию. Конечно, вы всегда можете помочь финансово. Донатить «Дождю» можно через чат Ютьюба, а в закрепленном комментарии под этой трансляцией ссылка на сайт tvrain.tv и там указаны все способы, как можно поддержать дождь. Увидимся уже скоро в новом году. Пока. А завтра, 31 декабря, не пропустите наш последний эфир в 2022 году. 31 декабря в полдень. Дождь начинает сквозной прямой эфир на всех площадках. В кабеле, на Ютубе, в Фейсбуке. Мы проведем вместе последние часы этого года. Мы будем читать украинские дневники 2022 года. Я російськомовная украинка. Я вивчаю мову, розумію мову, люблю її. Ань, тут все грохочет, магазин полупустой, школа разбита, садик закрыт, бензина нет. Я не понимаю, что мне делать, рыдает Ира. Мы будем собирать деньги на генераторы для Украины. Мы будем вспоминать этот страшный год и надеяться, что в наступающем что-то изменится. Наши ведущие будут включаться в эфир со своими гостями из разных стран мира. Пусть нам всем будет немного теплей. В вечернем эфире дождя выйдут итоговые программы Катрикадзе иностранных дел и так далее с Михаилом Фишманом. А в 22.00 в эфире дождя состоится премьера документального фильма «15 четвертей к 50-летию группы «Аквариум». Оставайтесь под дождем. Субтитры создавал DimaTorzok